Значит, КСП, как клуб самодеятельной песни, можно понимать в двух контекстах. Во-первых, КСП – это субкультура, но она построена на жанре, собственно, на авторской песне. Поэтому, как правило, люди говорят об истории этой самой авторской песни и о том моменте, когда для того, чтобы эта песня дальше жила и развивалась, потребовалась какая-то организационная структура, которая, собственно, и стала клубом самодеятельной песни и который достаточно обширен, и тоже какое-то сообщество со своей судьбой. Поэтому я начну рассказывать сначала немножко с песни, потом, собственно, перейду к тому, как на нем строилось КСП, и расскажу о каких-то кейсах конкретных уже близких к себе людей и своем в том числе. Авторская песня – это жанр, жанр очень странный. По Борису Томашевскому жанр – это некоторый определенный центр, вокруг которого группируются произведения, которые постепенно начинают все дальше и дальше от границ этого жанра расползаться, от центра этого жанра расползаться и, в конце концов, могут попадать на границу с чем-то. До определения, что такое авторская песня, за все эти годы, собственно, так народ особо не договорился, и даже само слово «авторская песня» тоже многим кажется достаточно сомнительным для определения именно этого жанра, но так повелось считать. Существует несколько разных других названий, в частности, за самодеятельную песню некоторые ратуют. Анчаров, один из отцов-основателей этого направления, называл ее «министрельной», и Анчаров, собственно, давал такое определение, что министрельная песня – это не музыкальное явление, а это музыка со словом, потому что песня пишется ради слова, ради высказывания, и в 20 веке, в самое машинное время, человек хочет себя чувствовать музыкантом и художником, и поэтом одновременно. Анчаров, собственно, еще и художником и был. Очень популярно в кругах КСПшников определение Леонида Альтшулера, руководителя Тульского КСП. Это пятичленка Альтшулера, так называемая, что авторская песня, есть музыкальное интонирование русской поэтической речи. Каждый из этих пяти признаков обязателен, а все вместе они достаточны. А Куджава говорил, что это думающая песня для думающих людей. Ну и, наконец, самое формальное определение от филолога С.В. Сверидова про то, что авторская песня представляет из себя синтетическое искусство, и ее синтетический текст состоит как минимум из трех субтекстов – вербального – это стихи, музыкального – это аккомпанемент, и пластического – это голос. Началось КСП, створяясь именно полного авторства, то есть сначала это действительно было вот это синтетическое искусство, где один и тот же человек сочинял стихи, сочинял музыку, и сам это исполнял, аккомпанируя себе, как правило, на гитаре, по ряду причин, именно на гитаре. А потом среди авторской песни появились и авторы только музыки, Дулов Никитин, и авторы стихов, на которые писали то, что становилось авторской песней, как Сухарев, и, в общем, исполнители как бы тоже они КСПшники, в том смысле, что каждое исполнение – это тоже принятие на себя авторства этой песни. Также мне здесь хотелось сказать в плане жанра о том, что всегда это воспринималось как искусство такое очень… Ну вот я записала первое впечатление об вот этом самом Анчарове, который стоит у истоков жанра, и который сам говорил, что песни пишутся ради слов, и что если вы меня с первого раза не поняли, я вам еще раз спою, я записала о впечатлении о нем Игоря Каримова, который тоже один из оргов и один из тех, кто стоял у истоков московского клуба самодеятельной песни. Анчаров мне увиделся большим грузным человеком, может, даже контуженным, потому что он все время моргал. Начал петь, как-то все было необычно. Длинные названия песен, которые я не успевал даже записывать, а уж понять, о чем эти песни, схватить на лету смысл, и вовсе не мог, за исключением песен Шанси и Кап-Кап, которые я уже слышал раньше. Играл на гитаре, он уж как-то очень просто. Грубые пальцы заминали струны, брали простые аккорды, которые даже я знал. Голос грубый, раскатистый. А песни их надо было слушать еще и еще раз, чтобы понять. Если слышали, у Филигона есть песня про что такое авторская песня, где он радостно проезжается на тему того, что гитара должна быть битой, без третьего колка и не строить, и голос должен быть некрасивым, текста нужно немного, рифм не больше двух, потому что все остальное называется попса. И один из, собственно, самых главных споров о судьбе КСП, о том, прекратилось оно или не прекратилось, это как раз вот о соотношении количества попсы в авторской песне и настоящей честной думающей песне для думающих людей. Значит, про то, что это субкультура и жанр я сказала, ну, давайте вот, собственно, про историю. Есть мнение, что авторская песня – это вообще определяющая вещь для России, собственно. Потому что мы всегда любили петь, и в какой-то момент русский народ обрел свой вот реальный голос именно в песнях вот Акуджау, Высоцкого, Галича и же с ними отцов-основателей жанра. И вот авторская песня – это мощное социокультурное влияние, определившее вообще облик нашей цивилизации. И в эмиграцию люди прежде всего увезли, собственно, авторскую песню, и во многих странах сейчас тоже существуют свои КСПшные сообщества именно на уровне русского языка, то есть на уровне русской авторской песни. Авторская песня вышла сначала из студенческой, из туристической среды, потому что студенты пели всегда, но в начале, в XIX веке это были в основном перетекстовки, какие-то застольные песни, какие-то опереты они перепевали, Гудамус, собственно, до наших дней живет, перевод очень давний. Середина XIX века «Славное море, священный Байкал» – это учитель. Песни неизвестных авторов «Наша жизнь коротка», «Быстро, как волны дни нашей жизни», потом пошло, значит, творчество революционное. Они тоже были, как правило, перетекстовками, то есть на известную мелодию. В 1910-1925 год тоже очень активно развивается самодеятельное песенное творчество. С тех пор, мы знаем, крутится-вертится шар, он же шар голубой, солнце всходит и заходит, у папа была собака с одесского кичмана, они тоже, в общем, по сей пору вполне себе поются. И «Клен» тоже, в общем, с тех примерно времен. В войну, в революцию тоже очень много песен с этого времени осталось, и конец 30-х годов – это уже рождение того, что вошло в Золотой фонд авторской песни, например, «Бригантина». «Бригантина» они школьниками были, то есть Георгий Лепский тогда учился в восьмом классе, и он наиграл эту мелодию, Павел Коган сочинил стихи, и Евгений Агранович там тоже засветился, одну, значит, песню поправил. «Глобус» сочинен тогда же, Михаил Львовский сочинил первые две страфы для студенческого спектакля, а напев, заимствованный с песней «За зеленым забориком». В Великую Отечественную войну тоже появилось много самодеятельных песен, и многие они до наших времен тоже остались, Баксанская, например, и после войны начал активно развиваться туризм. Люди мастерили самодельное сооружение, уходили приключаться, уходили в походы, и там им нужно было что-то петь, они пели много вот этих песен, унаследованных еще со времени войны, но еще хотелось петь что-то свое, и стали появляться люди, которые это свое начали сочинять. Поэтому еще долгое время, пока авторская песня искала свое название, как она будет называться, как туристская песня... Ой, сейчас, секундочку. Да, это действительно так, то есть людям нравилось петь какую-то песню, но петь ее надоедало, и на ту же мелодию напевали другие слова, то есть вот у тех многих дошедших до нас песен, включая там чуть ли не варшавянку, известно, что до этого на эту мелодию были другие стихи. Ну и, собственно, я с ролевой песней начала знакомиться с перетекстовок на известную авторскую песню, причем я на тот момент не знала этих авторских песен, и я просто чувствовала, что эта песня должна петься еще как-то по-другому, ко всем приставала, что это за мелодия, что это за мелодия, то когда уже потом попала в центр авторской песни и услышала оригинал, это был, конечно, шок всей моей жизни, когда я поняла, что там было до Мелькора и до всей, значит, остальной компании. Вот. Соответственно, 52-й, 54-й разгар вот этих вот туристических походов, первые песни Висбора, Дулова, Красновского, Сухарева, Шангин-Березовский, Мадагаскар, Тиберда, Звенигород, Карельский вальс, то есть то, что мы тоже по сей пору поем. 58-й год, собственно, это уже начинает вместе с потребностью петь, начинает расти какая-то организационная структура на рабочей улице, работает клуб туристов, люди туда приходят. Песни причем распространяются как? Вот люди пришли в поход, встали на стоянку, начали петь, услышал новую песню, дай списать слова, в электричке сыграй, и песни уходили от человека к человеку, очень часто мы не знали имен. Если сейчас, вот в последние годы принято, если поют песню, и ты не знаешь, кто автор песни, ты обязательно спросишь, чья песня. Когда еще я была в старших классах школы и впервые начала слышать авторскую песню, она еще вполне существовала в таком безымянном варианте, когда более старшее поколение пело, они просто пели подряд песню за песню, никогда не говорили, чья песня, и только потом, через годы, я начинала узнавать, что вот это как-то были в оси, а это Ким, а это Акуджа. В 59-м году, поскольку явление это уже активно существовало, туристы и студенты пели, решили провести первый конкурс студенческой песни. Это было во время 6-го всемирного фестиваля молодежи и студентов. Оказалось, что песни все сочиняют все студенты. В 59-м году решили собрать конкурс, смотр самодеятельности московских вузов. Пришли 6 вузов, МГУ почему-то не приехал, хотя, в общем, там было что показать. Первое место получила, естественно, команда МГПИ педагогического, в которой МГПИ расшифровывался как Московский городской поющий институт, во главе с Висбором они победили. С этого времени конкурсы стали проводиться ежегодно, и потом с 6-го конкурса они стали организовываться уже самими студентами. И председатели были достаточно серьезные, и Пахмутов, и Богословский, и Калмановский. И там было просто совершенно невозможно достать билетов. Это были колоссальные события для Москвы. И тот же Каримов писал, что они попадали на эти концерты, приходя в ДК заранее с утра, когда он работал как ДК, прячась там в туалете. И только так, соответственно, потому что ни билеты, ничего достать было невозможно. Бывали они только раз в году, а авторы тогда выступали редко. В 63-м году пятый конкурс ДК МИИ, на нем впервые прозвучали, например, «Люди идут по свету». Впервые прозвучала песня Никитина на стихе «Крылова, маленький трубач». И, соответственно, с 63-го по 66-й год – это самый расцвет песенного движения, и люди начинают понимать, что масштабы явления очень увеличились, и, соответственно, подготовить конкурс за месяц небольшими силами уже невозможно. Нужна база, нужна техника, нужны сборники песен, в общем, нужен клуб. И в некоторых вузах стали зарождаться клубы песен. Вот про зарождение первого клуба студенческой песни я хочу рассказать отдельно. Это МИХИ. Рассказ от Бориса Ануфриева, который был хорист хора МИХИ с 64-го по 72-й год, ветеран клуба самодеятельной песни, вот как бы стоял у его начала. Значит, в середине 60-х в институте появился клуб с аббревиатурой КСП, которую стали, вскоре, в общем, полюбили все. Сначала это был клуб именно студенческой песни самодеятельной, стало потом. Конкурсы студенческой песни, как я рассказала, уже проводятся, и клубов еще не существовало. Магнитофонные записи с этих конкурсов переписывали до дыр, распространялись, конкурсы без всяких объявлений собирали сотни слушателей, и в МИХИ уже на тот момент существовала традиция вечерних песнопений. Сначала она существовала в Доме отдыха в зимние каникулы, там хор обновлял репертуар, и приходили его все послушать и попеть с ними. И Сергей Чесноков, который был крупным физиком и крупным диссидентом наших времен, и Галич, он очень хорошо пел, и вообще очень классный дяденька, и Юрий Игнатьев стали инициаторами создания в МИХИ этого самого клуба студенческой песни. Задача у них была коллективно разучивать и коллективно исполнять песни. Для этого они вместе собирались. Кстати, пели они не только вот эту самодеятельную студенческую песню, они пели еще английские песни, как и выяснилось, для меня это было некоторым сюрпризом. И пытались еще друг дружку учить на гитаре. На всей песне они еще аккорды на доске писали, то есть если ты играл на гитаре, ты мог сразу учить аккомпанемент. И на занятия там тогда приходило много авторов, уже не так, как у нас. Когда я училась в гитарной школе, когда мы изучали уже классику, и авторы к нам приходили уже не так часто, а там прямо авторы приходили, показывали что-то новенькое, и это все разучивали. Но самое главное было то, что вместе пели, потому что вот тогда, в 60-е годы, Ануфов пишет, что мы любим вместе петь, это важно. И те песни, которые тогда пелись, они отвечали внутренним запросам слушателей. Первое занятие клуба произошло 18 ноября 1964 года. Пришло 30-40 человек, и они в том числе разучили песню Висборо «Ты у меня одна». Вспоминаю звездные часы нашего клуба, например, 50-е занятие. Огромная поточная аудитория на четвертом этаже заполнена до отказа. Среди присутствующих хористы, студенты разных курсов, сотрудники-преподаватели. Люди стоят в проходах, сидят на подоконниках. На лекционной доске написаны слова новой песни. На стене аудитории висит специально подготовленный к этой дате номер стен газеты «Голос Акына» длиной 19 метров 45 сантиметров, расстояние между дверными проемами аудитории. Ведущие с гитарами Сережа Чесноков, Боря Рысев, Боря Круглов поднимаются на импровизированную сцену, ею служит длинный преподавательский стол. Продается привычное чесноковское обращение люди, звучит песня. Весь зал, несколько сотен человек подхватывает ее. Ну и пели Висбора, Городницкого, Кима, Дулова. Вот, это 64-й год. И, соответственно, эти же ребята, Чесноков, со стороны МИФИ и другая инициативная группа под руководством Гали Захаровой, куда как раз входил Каримов, из тусовки которого я, они с двух сторон пошли в ЛКСМ и стали говорить, что нам нужен клуб. В ЛКСМ, Московский совет по туризму, с просьбой дать место для того, чтобы это стало уже организационно возможным. И в 66-м году ЛКСМ выдал этому самому оргкомитету клуба, они объединились, эти две компании, кому-то из них, Чеснокову, видимо, хватило ума понять, что в двух направлениях действовать будет глупо, надо договариваться, объединяться. Они объединились и получили мандат на организацию клуба песни. Стали решать организационные вопросы, но оказалось, что даже с помощью ВЛКСМ это на самом деле не настолько просто. И где-то год, значит, до 67-го года они пытались найти помещение, как-то решить организационные вопросы. Есть мнение, что со стороны ВЛКСМ было как бы две вещи. С одной стороны, это была попытка контролировать это явление, что они поют, что они делают. А с другой стороны, есть еще мнение, что были люди, которые считали, что ВЛКСМ как организация молодежи, как воспитание молодежи, себя уже немножко изжило, и его надо заменить системой клубов, объединяющей весь Советский Союз, клубов разных, и КСПшники должны были стать частью этой клубной системы. Вроде как эта идея разрабатывалась. То есть на самом деле вот в истории КСП там много и таких, ну, конспирологических, что ли, теорий про то, что все были под колпаком, и все это сделало КГБ, и много вот таких прекраснодушных идей, что это должно было заменить полностью, значит, ВЛКСМ, потому что если вдуматься, то программа партии, она на самом-то деле была прекрасна, просто шло все, черти как. Вот, но КГБ правда было, хвосты правда были, и вот в эти годы, ну, в общем, это я дальше сейчас буду тоже рассказывать. И, значит, 26 апреля 67-го года секретариат ВЛКСМ вынесен вопрос об утверждении клуба самодеятельной песни, вот эти ребята собрались, нарядились, поехали за своим мандатом, а им его не дали, сказали, погодим до осени. И потом это решение откладывалось еще не раз, как пишет Игорь Каримов, до 13 марта 75-го года. Такой вот, значит, был долгострой. И поскольку у них не было никакой нормальной организационной базы в Москве, было помещение в Сокольниках в какой-то момент собирались, собирались по квартирам, но реальной базы в городе не было, залов не было. И народ стал ходить петь песни в лес. В 67-м году прошел первый слет КСП. Их в мае прошло несколько, и, в общем, они спорят, какой из них является первым, но в мае 67-го года прошел первый слет КСП, в котором участвовало где-то там 50-70 человек, 7 групп. После Нового года, значит, как это организовалось? После Нового года на собрании Совета местных умов Олег Чумаченко, тоже известный в этой среде человек, предложил вместе с туристическими слетами, то есть сделать слет не туристический, а сделать слет именно песенный. И все, значит, дружно обрадовались этой идеей, потому что это была возможность познакомиться всем активистам, рассказать о своей работе, показать творческие группы, показать авторов разных клубов и знакомить активистов КСП с творчеством лучших бардов. Первым слетом руководил Женя Гангаев из МГПИ, и там тоже интересная штука, которая потом была утрачена, что на первых слетах каждая команда была обязана делать свой номер, представление своей группы. И представления эти были совершенно феерические. Кому интересно, я могу бросить ссылки на сайт Московского центра авторской песни, который как бы, ну вот, он горклуб, он и есть. И там просто вот в эти 60-е, когда у них не было и десятой доли того, что есть у нас сейчас, они делали какие-то совершенно невероятные шествия и выступления, и движущихся кукол, и, в общем, какие-то колоссальные совершенно вещи. Все это было. И что мне нравится, что вот человек, который про это вспоминает, пишет, что по кострам ночи напролет пели, хохотали, ходили в гости, слушали других, пели сами, целовались, дурили, очень много записывали на магнитофон. В общем, праздник души состоялся. Уже в Москве, входя в метро на эскалатор, в ушах все звенело и гудело от незнакомых чудных песен, и так до самого дома. Я, в принципе, это чувство тоже испытывала через 30, наверное, уже 35 лет после этих ребят. Но вот у меня, когда я читаю эти воспоминания, есть ощущение, что у них пафоса и счастья было, пожалуй, может, и побольше. Это вот как бы одна вот из тех штук, которую держишь в уме, когда разбираешься, собственно, в прошлом, в настоящем и будущем. Вслед за этим селетом. 20-23 мая под петушками на дачах охот хозяйства была проведена первая, но, к сожалению, как оказалось надолго, последняя конференция по проблемам самодеятельной песни. 120 человек, авторы, исполнители, руководители песенных клубов Москвы и других городов, литературоведы, музыковеды, социологи, фольклористы, доклады, обсуждения, дискуссии в ЛКСМ не явился. В 68-м году прошел первый всесоюзный слет песни, и это был БАРК-68, Новосибирский академгородок. Галич, колоссальный скандал. После этого в ЛКСМ призадумалось, что, в общем-то, КСП такой сомнительный достаточно фрукт, Чехословакия, и отношение к СПшникам резко становится негативным, потому что непонятно было, что из них выйдет, что из них вырастет. Осенью 68-го года был четвертый слет, они стали к той поре два весенних и осенних, и они проводились на неофициализированной основе, и вот четвертый слет попытались закрыть. Комсомол пытался закрыть и как бы честными средствами, и нечестными средствами, по всем вузам вызывали, руководители групп требовали, чтобы они не появлялись в лесу под угрозой изгнания из вуза, и вот с этого момента группы стали называться уже не по вузам, а получили достаточно странные названия, некоторые, в общем, даже не очень печатные, и появились механизмы связи, когда в группе был обзвон, который один получал информацию от руководителя, где будет слет, и потом по цепочке обзванивал всех, появилась вот эта схема рубки хвостов, про которую мне ребята тоже много рассказывали, когда только один человек знал, куда он везет группу, и все, значит, собирались в одной точке с рюкзаками и с гитарами, и каждый незнакомый человек мог быть, в общем, нехорошим человеком, и вот все забивались в вагон, и только один человек знал, куда надо ехать, и в какой-то момент он давал сигнал, и все вот эти вот народ в вагоне начинал спрашивать, вы выходите, вы выходите, вы выходите, и изображать, что собираются охотиться, ну, не до начала 90-х, все-таки ребята рассказывали про 80-е, потом так хвосты уже не рубили, пять слов, ну, по крайней мере, вот в той компании, про которую мне рассказывали, и тот человек, который был не свой, он выскакивал, видя, что все готовятся к выходу, и остальные ехали дальше, и если сейчас в лесу, сидя на костре, я могу подпевать песню, а могу не подпевать, потому что не хочу, то раньше то, что ты не поешь, было четким признаком, что ты чужой, ты слов не знаешь, и, в общем, как-то это было, в общем, по-моему, было им всем достаточно тяжело. На основе сначала, как мы видели, было не очень много людей, то есть на первом слете было человек 70, потом людей становилось все больше и больше, управлять этой массой становилось сложнее, тогда возникла система кустов, когда люди разбились на вот эти самые группы кусты, был кустовой командир, кустовые командиры вместе собирались, что-то решали, и было еще управление клуба, оно состояло из четверых людей с одинаковыми полномочиями, если они не могли договориться, то они выносили вопрос на кустовых командиров, и там уже решали его большинством голосования. Значит, в 69-м году членов клуба начали вызывать уже в парт госконтроль ЦК КПСС, и стали с ним разговаривать совсем уже сурово. В 69-м году следующий слет, то есть это прошло, соответственно, на два года уже 120-130 человек, и после этого у клуба отобрали, помните, что в 66-м им предложили мандат на организацию клуба, мандат отобрали. Значит, мандат отобрали, ну, тоже, в общем, все было связано с Галичем, с Туриянским неудачно спел Галича, и запретили слеты, отобрали мандат, но вот только в 75-м году уже нормальный клуб построил, был построен. Но на тот момент в ЛКСМ убедилась, что основывалось на том, что неправильные песни поете, недостаточно бодры, недостаточно веселы, и поете запрещенных авторов. То есть, после 68-го года Галич попал под строжайшие запреты, каждый, кто мог себе позволить вдруг его петь, как-то там в Севастополе Туриянский засветился, сразу попадал на карандаш. И, но, да, в частности, дистентская тема. Ну, и вообще, в целом, песни сразу начали вызывать недовольство тем, что все, кто сочиняли самодеятельную песню, они, как правило, не пели о великих стройках и о том, что жить стало лучше, жить стало веселее. Они пели о чем-то очень простеньком. Там, в синей сугробе убегает день, ты мое дыхание, утро мое, ты раннее, ну, что за фигня, о чем вы, ребята, поете. Их часто упрекали в недостаточном горении проблемами советской Родины. Причем, там, достаточно забавно, что, с одной стороны, как бы, правительство, там, КСПшников, пенало за то, что, вот, уводят, строек комсомольских, поют, значит, про какую-то частную свою фигню, а с другой стороны, потом уже в 90-е кибиров, например, начал пинать КСПшников за то, что они соплями какими-то, значит, своими серьезные темы мазали. То есть, в общем, все-таки штука такая достаточно забавная. Вот. Помимо того, что существовал клуб, который в ЛКСМ то разрешал, то запрещал, то пытался понять, как ему контролировать это, значит, неподконтрольное лесное движение, у КСПшников была еще такая тема, что им хотелось делиться не только песнями, не только переписывать слова, чтобы мочь подпеть, и не только делать записи магнитофона, чтобы их хотя бы услышать, но возникало желание петь эти песни самому, поэтому достаточно рано в клубе самодеятельной песни стали возникать гитарные школы. Первая гитарная школа в Московске, о которой нам известно, это 73-й год, гитарная школа в МГУ. Это вот, собственно, Александр Костромин, чьей ученицей я являюсь, он был тогда студентом биологопочвенного факультета, его, значит, кто-то из товарищей поймал, сказал, что будешь учить играть на гитаре. Костромин почесал репу и начал учить играть на гитаре. Собирались они на биологическом факультете, сначала это были занятия сугубо лекционные, то есть вот именно о сути авторской песни и обо всем подобном, потом постепенно это переросло уже в гитарные занятия, сначала в Беляево, и потом это стала школа при театре перекрестки, а потом школа центра авторской песни, которую я и заканчивала. 15-й слет КСП, 73-й год, тогда же, когда возникла вот эта ГШ, 74-й год, и здесь уже 800 человек. Значит, про членов клуба я рассказала. В 75-м году Волк СМ наконец разродился, утвердили московский КСП, дали помещение, и в 75-м году гитарная школа переехала в Беляево. Им дали какое-то, значит, маленькое помещение при ЖЭКе, и там они собирались. Собирались они до 78-го года, когда ее без объявления войны закрыли. Кому-то они не понравились, и в день, когда они договорились, что Сухарев придет и прочитает лекцию о том, как надо писать стихи, приходит к своему помещению, а там замок висит. Значит, в 76-м году утвердили кустовую структуру клуба, 15 кустов, 213 групп. В этот же момент один из моих кейсов, учащийся в 10-м классе, пришел в магазин на Кировской, услышал играющую пластинку Ахуджавы и выпросил, чтобы ему ее купили. То есть ему просто вот слету понравилось, и потом он стал туристом, потом КСПшником. В 77-м году КСП заработало на образование, начались абонементные концерты. Абонементные концерты проходили у них по обществу знания, поэтому они считались лекциями, концертами. И к моменту, когда это у них окончательно раскрутилось, и к тому моменту, когда эту систему прикрыли, они за год пропускали через себя 6 тысяч человек. Значит, в 78-м году школа в Беляево закрыта. В этот же момент вот этот один из моих кейсов попал в туристические походы, начали серьезно петь песни, и потом познакомился с кустом Хения, и они всей своей туристической компанией ушли в КСПшники. Это один из тех людей, который говорит, что на самом деле КСПшник это турист, а если ты в серьезные походы не ходил, если ты нытик, хлюпик и истерик, то, в общем, какое тебе место, что в КСП, что в туризме. Значит, в 79-м году дали им первое помещение, они его ремонтируют. Беляевская школа переехала в Ленинский турклуб и работает там, проходит 12-й конкурс песни, 23-й слет КСП, первая встреча 33-х песенных клубов страны. В этот же момент выходит первая стенгазета московского КСП Министрель, она выходила до 85-го года, распространялась по стране сам из датам, всего вышло 20 номеров. В 80-м году почетным председателем КСП избран космонавт Иванченков, который известен тем, что он с борта станции Мир спел авторскую песню. Борис, про деструктивную мимикрию потом расскажешь, мне интересно. Это было таким знаковым событием в истории авторской песни, что она прозвучала с неба, вот эти простенькие песенки, про которые Филигон потом напишет, что гитара без колка и рифм не надо, и вообще нам по вкусу авторская песня, а все остальное попса, на самом деле вот так. В этом же году вышли первые тиражные сам из датские сборники Висбора, Якушева, Турьянского и Егорова, до 88-го года их было выпущено больше 20-ти. То есть КСП начинает учить в том смысле, что это внедряется в мозг широкой публики через эти абонементные концерты, выходят сборники, то есть песня становится гораздо более доступная для людей, и вот, казалось бы, все хорошо, значит, 81-й год их начинают вызывать уже в КГБ по вопросам о том, а что такое это ваше КСП, что такое эти ваши слеты, и городской слет запрещают строго-настрого. 81-й год, на что, значит, озверевшие КСПшники проводят 23 кустовых слета в разных местах. Типа всех, значит, не пересажайте. В этом же году запрещают проведение абонементных концертов. А почему это случилось? Потому что на слете, который был проведен в мае, и после которого все было запрещено, и на нем, это 81-й год, напоминаю, присутствует, уже 5000 человек. И на этом слете, значит, организаторы лопухнулись, потому что недостаточно серьезно отсмотрели программу одного из выступавших, и они прошлись по польским событиям. И, соответственно, это очень быстренько подошло до соответствующих структур, и вышло постановление Управления культуры Мосгорисполкома МКК, ВЛКСМ, МГСПС, это я, честно говоря, даже не знаю, что такое, но законспектировало, в котором КСП упразднили, то есть сказали, что все, клубы самодеятельности песни больше не существует, теперь это будет секция самодеятельной песни при Московском доме самодеятельного творчества. Это организация с совещательным голосом, то есть ничего больше никто ничего не решает, только все предложения утверждаете либо вот в этом МДСТ, либо у учреждающей тройки, и, в общем, то есть это организация, которая вписана в масштаб государственных организаций со всеми литовками и всеми явлениями. И, соответственно, на этом месте закрыли вот эти самые абонементы, которые к этому моменту на последнем этапе было шесть абонементов в крупнейших залах Москвы, около шести тысяч соврала не в год, а в месяц они пропускались через этот цикл лет. В 1982 году на собрании Совета КУБ это постановление зачитали и сказали, как бы, ну, типа, непонятно, что делать, давайте расходиться. В 1983 году произошел слет-дискуссия по вопросам жанра и движения, так называемое собрание динозавров. И вот отсюда я тоже хочу зачитать это выступление моего учителя Александра Николаевича Костромина в кулуарах этой конференции «Ночь с 21 на 22 мая 1983 года». То есть, фактически, сейчас мы находимся в юбилейное время вот этого выступления. Меня не было всю первую половину, я занимался очень трудным делом, я слушал, имеется в виду концерт. И вот это самое слушание меня не разубедило, а лишний раз убедило в парадоксальной мысли, которую я здесь уже несколько раз высказывал и первый раз высказал на 24-м слете КСП. На 24-м слете КСП мне впервые пришла в голову мысль, что самодеятельная песня умерла. Я так считаю. Теперь объясню, почему. Любое явление определяется его сущностью. Что являлось сущностью самодеятельной песни? В 1975 году на заседании комиссии по КСП Виктор Луферов так сформулировал сущность самодеятельной песни. Это тоже крупный бард. Сущность самодеятельной песни состоит в творчестве пяти китов Акуджавы, Галича, Высоцкого, Кима и Новеллы Матвеевы. Для того, чтобы явление это по Луферлу. Что такое авторская песня? Почему этих пяти китов? Потому что Луферов считал, что кроме них пятерых никто не удовлетворяет его духовным запросам. Для того, чтобы явление было живым, оно должно развиваться. Для того, чтобы явление развивалось, должна развиваться его сущность. Сущность самодеятельной песни перестала развиваться 10 лет назад. Киты двое умерли, остальные перестали создавать принципиально новое. Никакой другой сущности, насколько я лично разбираюсь в этом, говорит Костромин, самодеятельная песня не выработала. В том числе и творчество самого Луферова не способно удовлетворить духовные потребности, так как ее удовлетворяет творчество пяти китов. Альтернативной сущности явление самодеятельной песни на сегодняшний день не выразила. Прежняя сущность перестала развиваться, а Куджава в 1982 году напел несколько новых песен, но они не новы. По моему мнению, ничего принципиально нового, как у Куджава самого по себе, такое у Куджава, как пресловутого кита, в 1982 году не произошло. Дальше от самодеятельной песни движемся к клубу самодеятельной песни. Что является сущностью КСП? Чтобы мы не говорили про неформальное общение, главное, чтобы человек был хороший и общение по интересам, одним из элементов сущности КСП остается не только К, но в первую голос СП. Самодеятельная песня является формообразовающим элементом или фактором по отношению к клубу. Умерла самодеятельная песня, все, на этом трупе остается КСП, пора хоронить. Я не кончил, я только начал. Признаки умирания самодеятельной песни. Вот это тоже очень важно. Первый, ассимиляция той части самодеятельной песни, которую можно ассимилировать официальной массовой культурой, эстрадой. Включаешь телевизор и слышишь Никетина, Куджава, Ким и так далее. Как заметил Игорь Соловьев, хорошую эстрадную песню того же Шаинского реже услышишь в телевизоре, чем этим. Стало чуть ли не признаком дурного тона не вставить в телефильм или в программу радиостанции юность одной-двух царствием небесно самодеятельных песен. И так как они ассимилированы, они употребляются, используются теми же средствами, информациями, которые пользуется вся официальная культура. Как ни официальная культура, не существует. Второй. Самодеятельная песня перестала функционировать, как социальное явление, по воздействию на умы и на ту же молодежь. Кого можно пронять Акуджавой, кого его песни могут настроить социально-критически, как они настраивали нас. Купил человек пластинку Акуджава в магазине и что? Акуджава социально-критического момента для молодого человека сейчас не содержит. Акуджава это из этих пяти китов центральный. Ну и, соответственно, КСП умерло и когда люди говорят, что как хорошо мы пели в 60-гнилом году, мы пели хорошо никак, мы пели хорошо что? А сейчас новой самодеятельной песни не появляется. И когда я Костромину на это дело сейчас начала возмущаться так, Боря, про это тоже потом расскажешь, это я не понимаю. Когда я начала Костромину возмущаться, что извините, в моем поколении тоже есть авторы, а вот Маша Фроловская, Алина Михайловская, Костромин сказал, Городницкий в 70-м году поспорил на ящик не помню Каньяка или Портвейна, что его новую песню через месяц будут знать во Владивостоке. Песня это была жена французского пастрала и через месяц ее знали во Владивостоке. Костромин утверждает, что сейчас никаким образом в Владивостоке не узнают о новой песне Маши Фроловской, что мы атомизировались, мы распались. То есть вот это то, что я прочитала, Костромин сказал в 83-м про атомизацию и распад, это мы с ним на днях спорили. Но, тем не менее, история КСП продолжается, пока еще в 85-м году у Костромина гитарная школа начинает нормально работать при Театре Перекресток, автор Театре авторской песни Виктора Луферова. Вчера был Луф-концерт в памяти этого самого Луферова. И в 88-м году эта гитарная школа переезжает в ЦАП. В 87-м году возобновляют абонементные концерты. Когда вчера Лин рассказывала, я поняла, на самом деле, почему, собственно, в эти годы это все произошло. В 88-м году уже не только Костромин, но и Акуджава говорит о том, что авторская песня умерла. Почему Акуджава считает, что авторская песня умерла? Потому что они, авторы Акуджава и другие авторы, они пели о том, что было им важно. Они пели о том, что их мучило. Они пели так, как это было важно. А сейчас что, молодые люди? Они все хорошо умеют петь, они все хорошо умеют играть, они выходят на эстраду и поют плохие стихи ни о чем. В 88-м году Акуджава. В 89-м году вышло постановление о преподразовании Московского городского клуба самодеятельной песни в Московский городской центр авторской песни ЦАП, который существует по всю пору на переулок, большой Овчинниковский переулок возле метро Новокузнецка. В 90-м году проходит 30-й слет КСП, последний общий кустовой 1100 человек. Помним, что 5 тысяч 10 лет назад было. Соответственно, в этот же момент выходит словарь о неформальных движениях в современной России, куда КСПшники занесены и где одним из признаков вырождения движения КСПшников Простите, параллельная дискуссия пошла в чате. Вы мне потом про нее расскажете, ладно, мне так интересно. Короче, на тот момент проблема КСПшников объявляется, что к ним валом пошли наряду со студенчеством, с теми, кто вот серьезно перевозьмемся за руки друзья, к ним пошли тусовщики с Арбата, к ним пошли какие-то специнтуристы, не знаю, кто это такие люди с гораздо более низкими интеллектуальными запросами. В ответ на это старики с высокими интеллектуальными запросами начинают из движения вымываться и вот эта самая позиция лесного братства начинает размываться, становится непонятно кто свой и кто чужой и большинство вот этих новых визитеров и слушателей они на самом деле совершенно отстраненно смотрят на положение КСП, на то, кто там такой галич, на то, о чем они таком поют, в общем потусовались и потусовались. А в 93-м году вот этот последний общий кустовой слет КСП пошел, в 93-м году в ЦАП попадает моя подружка Зина Присталова, которая потом привела в ЦАП меня. И попадает она туда очень хитрым образом, то есть вот этот 93-й год она не может нигде, она знает, что она любит Акуджаву, у нее с детства в доме были пластинки, но она не может физически найти место, где Акуджаву поют. Вот она живет в Москве, коренная москвичка, и она не понимает, где ей услышится Акуджаву. Что они сделали? Они, значит, с мамой в вечерке нашли объявление про то, что организуются походы выходного дня. Они пошли в этот поход, и там был человек с гитарой, который дал им адрес ЦАПа. Зиночка пришла в ЦАП, пошла там в гитарную школу и стала там работать. И, соответственно, через много лет в 2000 году я, наконец, нашла этот ЦАП на тот момент, его адрес был уже не такой секретный, пришла туда, значит, в эту лавку, где Зиночка работала, она мне рассказала, как попасть в гитарную школу, и потом мы с ней там подружились. В 1997 году проведен первый детско-юношеский фестиваль песни, и сегодня я могла бы слушать концерт очередного фестиваля детско-юношеской авторской песни, если бы не выступала тут с вами. В 1998 прошел первый концерт проекта песни нашего века, который считается еще одним гвоздем в крышку гроба авторской песни, потому что это была первая успешная коммерциализация, на которой барды все немножко поругались. Одни, значит, были обижены, что их не зовут песня нашего века, другие были обижены, значит, еще чем-то, что их не зовут, например, исполнять эти песни, там же некоторый поющий коллектив, но тем не менее это очень коммерчески успешный и популярный проект, по которому очень многие себе представляют, а что же такое собственно авторская песня. В 2000 году вышла совершенно потрясающая книга Галича «Облака, плывут облака», составитель «Костромин», в 2004-м было переиздание «Песня об отчем доме». В 2001-м первый слет второго канала, в 2001-м я попадаю в ЦАП, я эти самые облака, плывут облака, мне дали почитать, и в общем, это было колоссальным потрясением всей моей жизни, наверное, вот никогда в жизни я так остро не ощущала, что вот этот потрясающий человек умер, когда я еще даже не родилась, у меня, в общем, не было никакого шанса его увидеть. Вот, и в 2004-м, когда вышла уже «Песня об отчем доме», я уже была там активным участником во всех этих выступлениях. В 2002-м прошел первый открытый фестиваль авторской песни в Коломенском, это, наверное, самое колоссальное, что пытался московский клуб раскрутить. Грушинский фестиваль, он был всегда, Грушинский фестиваль, он клуб, который связан с Грушинским фестивалем, он тоже один из активных организаторов структуры КСП, но я больше, естественно, говорю о московском клубе и о том движении, которое в Москве, потому что я их больше знаю, но вот клуб «Саратов-62», что ли он называется, который делал Грушинский фестиваль, это вот одни из самых главных людей, которые за то, чтобы КСП стала формообразующей структурой молодежи и заменила собой ВЛКСМ вот тогда. Груша, она всегда была большая, на Грушу все ездили всегда, и вот я сказала, когда 2001, первый слет второго канала, это вот место, когда с точки зрения той части КСПшников, с которыми я тусуюсь и которых я люблю, Груша окончательно попсила. На Груши стали слушать не всех, на Груши человеку, у которого песня, как у Анчарова, не воспринималась с первого прочтения, начали откровенно посылать. И второй канал, это был второй канал Грушинского фестиваля, это были люди, которые пришли и сказали, а мы будем слушать умную песню, а мы будем слушать занудную песню, мы будем слушать длинную песню. Сначала они проходили прямо на Груши, а потом они от нее совсем отпочковались и проходили после Грушинского. Проходил Грушинский фестиваль, а в следующие выходные проходил второй канал. Я на второй канал много лет ездила, пока он тоже весь в себе не разругался и не сменился фестивалем «Бенефис». Но это дальнейшая история. Значит, что я хочу сказать про открытый фестиваль авторской песни в Коломенском? Это было как раз мое первое серьезное участие в чем-то в организации для КСПшников. Проведено было пять фестивалей. Не получилось, потому что они были пафосные и они были совершенно ни о чем. То есть это была как раз попытка Коломенское все себе представляют. Вот выходишь к реке, вот это огромное... Да, Борис Борисович, Ландсберг. Борис Борисович, кстати, говорит по поводу того, чем второй канал лучше московского городского слета. Вот что было самое главное во втором канале, почему он был лучше всех, что там никогда, ни в какой момент, ни при каких условиях, ни в любое время дня и ночи нельзя было услышать из колонок попсу и не была, возможно, дискотека. Горслеты, судя по всему, к концу вот этих 90-х годов, когда они умирали, до этого докатились. И второй канал, это было единственное место, где, если к твоему костуру выходил незнакомый человек, ты не напрягался. Я на первый и второй канал поехала в 2004-м. Второй канал, это было место, где я в лесу выпускала пятилетнего ребенка, и я за нее не боялась. Я знала, что здесь, во всем лесу, ей никто не причинит вреда. В общем, других таких мест практически не существует. Вот. Значит, большие вот эти вот слеты, большие слеты, не слеты, а фестивали в Коломенском у КСПшников, в отличие от ролевиков, по какой-то причине не получились. Было очень пафосно, было вот это огромное пространство, на нем стояла огромная сцена. Мы для этой сцены делали задник своими руками, без каких-либо денег, без каких-либо финансов, из капроновых тряпочек. И, в общем, видели бы вы эти задники. Как мы это делали, я, конечно, не представляю, но в целом все мероприятие было совершенно ни о чем. Единственное серьезное воспоминание у меня с него было, когда на фоне всей вот этой, значит, благоглупости, которая там со сцены звучала, вышел Лорис и спел песню о людях без прошлого. И все так малость это прифигели, как по морде получили. Больше Лорис туда не ходил. А я с тех пор эту песню знаю. В 2003-2004 году, а, значит, в ЦАПе по пятницам в 7 люди собирались попеть песен. Началось это довольно странным образом. В какой-то момент перегруженной организационной работой в этом самом ЦАПе Костромин сказал, что мне надо поддерживать вообще форму. Я аккомпаниатор Городницкого, я веду гитарную школу, а мне некогда песни петь. И с 7 до 11 по пятницам я не работаю, а сижу и пою песни. Ну и к нему стали присоединяться, сидели и пели песни. И все время на эти тусовки собирались. И вот в 2003-2004 году народ понимает, что как-то жизнь из этих посиделок пропадает, скучновато, никто ничего не обсуждает. Песни поют одни и те же по накатанной. И на этот момент мы, тогдашнее молодое поколение, пытались что-то менять. Мы организовывали, например, нейтральную зону мероприятия, на которое мы в ЦАП звали другие гитарные школы Москвы. Есть еще специальный слет для других гитарных школ Москвы. Гитарные школы очень важны в рамках движения, потому что действительно очень важно не только слушать, но и петь самому. И у тебя должна быть точка входа в виде этой гитарной школы. Гитарные школы очень разные, на разном сосредоточенные. Есть детская прекрасная гитарная школа, клуб «Надежда», клуб самодеятельной песни «Надежда» и разновозрастный отряд «Надежда», это вот эти самые коммунары. Они учат детей, ЦАП учит взрослых. Остров Димы Дихтера учил круто. То есть ЦАП учит скорее думать о песне, а там учили скорее делать вау с песней. Мы их называли, извините, дрессированными обезьянами. Но не суть. И вот мы попытались собрать все эти гитарные школы на территории ЦАПа, чтобы как-то их перемешать, чтобы это движение, ну, подхлестнуть вот эту жизнь. И она не подхлестнулась. Один раз это у нас получилось. В 2008 году прошел первый слет «День рождения Дулова», и он проходит до сих пор в этом году. Первый раз был онлайн. И вот к настоящему времени все опрошенные мною люди сходятся на том, что КСП умерло. Какие называют причины? Одна из причин – это про то, что все стало можно. Услышать Барда можно в уютном гнезде глухаря под шашлычок, под 100 грамм, и совершенно не надо для этого переться в лес. Услышать Барда можно на диске из хорошей аудиосистемы, и совершенно не надо по этому поводу общаться. Это раз. Появился бизнес с перестройкой, и все креативные люди из КСПшников ушли в бизнесмены. И вот этот друг мой, которого я опрашивала, который рубил хвосты в 1978, когда я еще вообще только родилась, у него все друзья, в основном сейчас владельцы фирмы, а не КСПшники. Приувел туризм, из которого массово приходили в КСП, и вот эта атомизация, видимо, тоже изрядную роль сыграла. И для той компании, к которой принадлежу я, и которой принципиально важно не как петь, а что петь, и что слушать, для нас очень важным является профессионализация. То есть сейчас люди, которые поют как бы авторскую песню, они действительно очень-очень крутые. То есть вот эти вот ребятишки приходящие, но может быть еще не на детско-юношеский, но уже на все конкурсы по выше рангам, то есть ребята вот от 15 и старше, 17, 19, 20, 25, они хотят побеждать, они хотят наград, они очень круто играют, они все очень крутые вокалисты, и они хотят, чтобы их увидели, они хотят, чтобы было красиво, чтобы это было шоу, они приносят инструменты, ставят комбики, приводят группы, скрипки, контрабасы, флейты, но при этом мне неинтересно их слушать, они со мной не говорят. То есть когда я попала в КСП, для меня это было про поговорить, про общение, они очень сильно изменили, мой взгляд, на жизнь. На мой взгляд, сейчас это изрядно из него ушло, при том, что слеты происходят, но на слетах, например, люди уже не ходят по кострам, как я читала из воспоминаний 60-х годов, не ходят по кострам, не обнимаются, не списывают друг у друга слова, а каждый сидит в своей компании у своего костра. И очень много профессионально делающих интересные вещи ребята. Штирлиц или Попытка к бегству, Гиперионский театр с манекеном Мани, построенный на стихах и песнях, Белый со своей Гефилд Лид и Синерукими Джамблями, Белый и Славина, великолепный театрик Рыбы Киева с постановками тоже на стихах и на песнях. Это все делается, но оно высоко профессионально, интересно. Я с удовольствием хожу туда с детьми, подпеваю, аплодирую, но я уже являюсь потребителем. Собственно, про историю я вам рассказала, про то, что... А, да, не, я сказала про эмиграцию. КСП было вывезено в эмиграцию, и все ребята существуют, фестивали авторской песни в Израиле, в Германии, в Америке, везде, но народ, который я знаю оттуда, скорее склонен читать, что там КСП умрет, вот как только умрет то поколение, которое туда эмигрировало, для которых русский язык, возможность петь на русском языке, была определяющей. В Германии у моей подружки, у них в их деревушке свой клубик, они туда привезли Щербакова, они собираются попеть, но она знает только одного мальчика, 15 лет, который сам заинтересовался этими песнями и с акцентами поет русскую авторскую песню. Да, но мы сейчас говорим о КСП, мы говорим об авторской песне, русскоязычной, которая является определенным элементом нашей культуры. Вот, у всех есть свои барды. Поэтому, ребята, задавайте вопросы, расскажите, о чем вы там наговорили в чате, я в какой-то момент потерялась, Женю Ландсберг, Ландсберг, ладно, не будем поражать на Ландсберг, но знаю. Так, ну что, про деструктивную мимикрию? Да, про деструктивную мимикрию, про что-то еще ты должен рассказать. Дядя Слава лучше про меня, лучше меня расскажет про деструктивную мимикрию. Нет, ну, как бы, я как комсомольский активист, просто я-то это застал, да, и как бы, но при этом я, тогда было, помимо движения КСП, еще движения рок-клубов, были всяческие подпольные концерты разных всяческих музыкальных групп, да, и, в общем, там подпольно распространялись билеты, которые стоили очень приличных денег, каждого три рубля, да, и ездили мы куда-то по Подмосковью, мы каким-то совершенно занюханным ДК или сараем, в которых играли эти концерты, и на которые, значит, периодически нас хакилили менты, вот у меня одно из ярких воспоминаний, как нас накрыли менты в кжеле, и мы там через запасные выходы разбегались, и потом пробирались тайными тропами к электричке в Москву. Да, значит, там, короче говоря, ну, смотрите, там, вот это то, что мы сейчас послушали, это очень неплохая история официального топа, на самом деле, КСПшного, да, потому что было еще довольно много деформальных этих ребят, ну, то есть, как бы, это как история тысячников в ролевых играх, да, и история маленьких-маленьких групп, которые делают вот эти маленькие игры, про которые мы не очень знаем, поэтому деструктивная мимикрия там, конечно, была и процветала. А что такое деструктивная мимикрия? А этот, значит, этот термин в 2004 году ввел товарищ Гущин, когда писал про сатана ролевиков, и когда он боролся с ролевым движением, то есть, он сказал, что ролевики люди, которые могут показаться подличными, но на самом деле, они деструктивные мимикранты. Но что это значит? А, сейчас объясню. Вот, дядя Слав, чему я тебе предлагал учиться? Понимаешь? Никто из нас, даже ВИНТ со своим клубом, влезший в систему борьбы с наркоманией, в смысле, в систему госнаркоконтроля, потому что это клуб, который крышует госнаркоконтроль. Вот. Никто не дошел до ситуации общества, а? До того момента, что люди через общество знания официально вот настолько деструктивно мимикрировать и сесть на, по сути, канал распространения информации обязанности. А почему деструктивно? Хорошо. Деструктивно у них было потом. На тот момент была просто мимикрия. Деструктивный мимикрант это не тот, кто мимикрирует с целью деструктивности. Это тот, кто свои мимикрии разрушает и деструктивирует то, куда он мимикрирует. Да. То есть это не цель, это эффект. А что такое смена акторов, употребляющих авторскую песню? Да, это был момент, который мне показался очень важным. Вот в той фиксации, когда шла речь про кто, плохая память на имена и даты, поэтому сейчас не вспомню, про кого ты говорила. Ты говорила, что некто сказал, что теперь мы раньше пели, хорошо, было прошло. Что, а не про как. Ну да, это странно. Авторскую песню, кто не лень, куда засовывает, там, и телевидение, чаще, и попса, и все вот это. То есть, означает, что, как бы, человек зафиксировал ситуацию. Кто-то взял этот слой неформальной, еще незадолго до этого неформальной культуры и начал ее использовать для каких-то своих целей. Знаешь, они, наверное, даже не для целей, просто они ее заметили, и она действительно стала звучать из каждого утюга, и им, тем, кто на этом вырос в 60-х, это почему-то не понравилось. Я, наверное, с Николаем чем-то немножко не согласна, потому что, ежели бы она не звучала из каждого утюга, я бы ее не услышала и не была бы сенсибилизирована к тому, чтобы в этот ЦАП 2000 попасть, потому что я действительно иногда включала радио там в 95-м, когда я школу заканчивала, а там говорили, передаем песню об осени, пели какого-нибудь Ландсберга ухожу в листопад окна дома смотрят след, и я говорила, как он это сказал? И не знала, что это Ландсберг, пока не попала в ЦАП. Так что, на самом деле, я не уверена, что это было так уж плохо, что они из каждого утюга... Я же не оценочно говорю, я говорю простую штуку, что почему-то что-то такое поменялось, что-то такое произошло, что эти тексты ушли из... Короче, из вот этой ситуации сцены у костра на ситуацию костер-сцен. Но, Ян, мы, кстати, не знаем, какие еще могли бы пути распространения этих текстов и песен возникнуть в новой технологической ситуации, если бы их не затащило в телевизор. Вполне возможно, что до тебя бы они дошли десятью другими способами, менее разрушительными для сообщества. Перенасыщенность это твоя реплика была? Да, моя. А что это значило? Ну, это значило, ну, как сказать, по всей Москве минус 30 Алины запели довольно быстро. А как бы между Москвой и Владивостоком и во Владивостоке стало еще до хрена всего, ну, потому что просто не нужны больше песни Градницкого во Владивостоке. Там хватает своего и всего. Как бы в момент расцвета самодеятельная песня была уникальна. Она была ни на что не похожа и был колоссальный контраст между ней и чем угодно остальным. Поэтому, собственно, кроме песен Градницкого во Владивостоке определенной части аудитории просто нечего было петь. Ну, не петь же Пахмутову. Вот. Сейчас проблема не в том, что новые Градницкие делают песни хуже. Проблема ровно в том, что очень большой диапазон выбора очень много альтернатив. Не нужно ждать, пока дойдет песня условного Градницкого, конечно. Ну, знаешь, и про хуже все-таки тоже есть. У меня, честно говоря, вот извините, пока в ролевом движении никто не выстрелил так, как мне стреляет кто-то из... Ну, хорошо, хорошо. Ну, смотри, ну, песню о безумной Маше запели таки по всей стране. Ну, не за месяц, да, но тем не менее. Ну, то есть, нет, Александр Николаевич, на мой взгляд, как бы продлил юношеский максимализм до невозможности. А что это загрузить Юрию Гукину? Александр Николаевич интересный человек. Вот рокеры, например, на его взгляд, вообще людей убивают, в принципе, в прямом. Так что, как ухитрился дядя Слава быть одновременным рокером и КСПшником? Ну, я тоже ухитрился. Я никогда не был КСПшником, я сразу из рокеров перешел в ролевики. Я был. Ну, нет, нормально. И как бы на школе Костромина я был, и там вполне себе все было миленько, да? И у Дидурова на клубе я был, и там все было миленько. У меня только лет дошли. Как это? Тут можно же мериться, я могу сказать, что мое детство прошло на Высоцком, моя юность прошла на всяких странных рокерах и очень странных бардах, типа Олега Медведева. Нет, Медведев был... Юность, Борь, как твоя юность могла пройти на Медведеве, когда у меня на нем прошла зрелость, а ты меня, по-моему, чуть постарше? Ну, я не уверен, что я тебе чуть постарше, скорее, чуть-чуть наоборот. Ну, не ладно, не важно, мериться. Ну, все равно чуть-чуть. Я положил в чате к визерку с приятом из Владивостока, Андрея Зимскова. А, Зимскова. Ну, да, да. До меня Медведев в 2000-м дошел. Медведева я в ЦАП притащила, я упорно пела в ЦАПе Медведева, все плевались, рычали и очень возмущались. По всю пору я остаюсь практически одним из единственных, кто на тусовках упорно поет Медведева. Ян, ну, вот тебе это самое, маленький экскурс Медведева КСПшникам подарил ролевое сообщество. Да, это я узнала, когда с вами познакомилась, ужасно развлеклась. Да, это был один из кейсов зилантовских, кстати, конца 90-х. Ну, в 88-м приехала кассета из Иркутска, Катьки Бильбо переслали кассету. На Зиланте, кстати, передали в 98-м. Не в 88-м, в 98-м. В 98-м. Я оговорился, да? Да. Пардон. А, соответственно, в конце 99-го мы ему организовали первую гастроль в Москве. Ну, в 99-м он приехал на Зилан, сразу потом поехал в Москву. В Москву, да, еще у Руби тогда не было. А, на следующий год городам по 20-ти, что ли, сразу. Ну, вот, да, и в этот момент он меня дополнил. Слушайте, но при этом сам Медведев корнями своими числит ровно авторскую песню. Абсолютно. У себя в Иркутске это он как бы бард-бард. Ну, в смысле, еще там в юности после армейской. В песне Полнолуния их там много. Да, да, да. Да. Что мы из этого полезного можем применить к ролевому движению, скажите мне, друзья? из той официозной части КСП, о которой я вам рассказала, извини, дядя Слава. Мы, нет, мы как бы это сказать, поскольку это наши предки, да, ты нам рассказала про нашего, про наших родителей, да, есть что вспомнить, да. То есть мы, у нас же ген-то КСПшный, он очень силен, в отличие от наших буржуев замечательных. Да, то есть, и как бы девяностые во многом это как бы музыкальная субкультура. Да, то есть, как бы то, что там пели наши Рязаныч, Зубы, Бочарова, да, это вещи, которые вот меня, на самом деле, очень сильно удержали в ролевом сообществе. Да, то, что сейчас это стало слабее, ну, как бы меня это расстраивает. Вот в этом месте, да, чем интересен экскурс, тем, что в ролевом-то сообществе по поводу ролевой песни, это еще более сложная история, про нее даже никакой, никаких версий определения нет, что это такое. Вот, с ролевой песней происходит примерно то же самое, самое, что и с КСП, происходит какое-то выхолощивание. Ну, то есть, если, например, на Зиландах конца 90-х музыкальная программа на 99% состояла из песен игр, про игры, про сыгранные сюжеты, про исторические моменты в связи с играми и прочим-прочим, то сейчас попытка набрать, например, концерт песен, как бы, концерт песен, написанных по итогам игр, она, в общем-то, проваливается. Борь, прости, не помню я такого никогда, я, в общем, за ролевой песней следил в силу своих интересов довольно пристально. Всякие, прости, господи, ты не жди меня, мой конь, к играм не имеют никакого отношения. Это стандартные сказочки самим себе, не связанные с играми как таковыми. Не-не-не, погодите, погодите. Про 99 я, конечно, до предела довел, но... Ну, на Волке же были концерты, особенно после Железного Трона, да, как бы, песня там, что нам делать с пьяным Септоном, да, ну, то есть, концерты по песням с прошедших игр, то есть, это, в принципе, работает. Оно стало сильно хуже и сильно меньше, чем было в 90-е, вот это правда. Ролевые переделки шли с начала 90-х, начиная с песеналой книги и были очень хорошим объединяющим моментом до тех пор, пока не был набран свой багаж, там, на далеком Андуине мы не пили никогда, но как только появились свои авторы с, собственно, авторской песней, стало понятно, что эти переделки вещь достаточно убогая и конкуренцию не выдерживают, и слава Богу. Не знаю, мои дети до сих пор их слушают. Слушать их, ну, подрастут, начнут слушать, авторскую песню. Ну, в смысле, ролевую авторскую. Сложная тема. На самом деле, Грегела очень не хватает, Грегела как эксперта по музыке. Ну, вот у меня с ролевой авторской песней еще вот, как бы, забавный кейс. Я, когда пришла в ЦАП и начала учиться играть на гитаре, я на тот момент авторскую песню знала, естественно, очень плохо, и у меня нет в семье. То есть, я пришла, перешла в гимназию, когда мне говорили, что вот есть Высоцкий, я вот слышала горы далекие, горы туман, нет, не слышала. И у меня вообще не было абсолютно никакого представления об авторской песне, и когда я попала в ЦАП, я не знала практически ничего. Но на тот момент у меня было за плечами немножко нескучника и немножко толкинистов, но я никогда не ездила на ролевке, но я, естественно, знала Тема, Йовин и компанию. И попав в ЦАП, я, естественно, пыталась им показать то, что знаю я. и я на тот момент уже, то есть то, что им это неинтересно, я поняла сразу, но я пыталась понять, почему я специально выходила на микрофон киносцену и пела одну песню, допустим, Анчарова, а другую песню, допустим, Тема, и спрашивала, ребят, ребят, ну почему вам неинтересно, почему мне самой уже неинтересно, почему вот петь про «Ты не жди меня, мой конь» не прикольно, а петь девушка и постой, я человек холостой, прохожий, и постой, вспомни, 46-й, меня торкает. И, в общем, ответа на этот вопрос я до сих пор не знаю. Хуже они что ли, ролевые песни? Ну, во-первых, они действительно хуже просто с поэтической точки зрения. Ты когда начала говорить про то, что ты пела в цепи ролевые песни, я сразу представил себе ситуацию, когда исполняется какая-нибудь переделка, и ты при этом искренне не знаешь, что это переделка. Нет, ну нет, на такой степени я все-таки уже знала, я пела именно оригинальную авторскую там. Ну, во-первых, не все они хуже, откровенно говоря. Есть те, которые вполне сравнимы. Есть даже те, которые не вторичны. Покажешь. Пока? Я попробую. Ну, у нас был после... Борь, в каком году Жуков приезжал? В 03-м, что ли? Ну, где-то в нулевых, да, в самом начале. Ну, вот мы как бы, мы с ним и до этого были знакомы, и, соответственно, он очень много об меня обсуждал с Золандком, как об человека, знающего, как бы, с двух сторон ситуацию. И я как бы рвал рубашку на груди, соответственно, сделал ему в какой-то момент подборочку, куда отобрал то, что, безусловно, качественно по моим представлениям. Там, я помню, был Ижен, там была Йовин, там были Айглеровские какие-то исполнения. Ну, Айглер сам не пишет, но поет потрясающе, невероятно. В смысле, Вовка Паганец. Вот, там были его исполнения каких-то разных других текстов. Вот, и на самом деле я оказался в том же положении, что Яна, потому что вот я до сих пор не понимаю, чем та подборка, да, это сливки, это, ну, мягко говоря, не средняя по больнице. Вот, но вот там были песни, которые, на мой взгляд, были абсолютно как бы, это способны с классикой бардовской песни. По крайней мере, с современной классикой. Нет, нет, Борис Борисович не съел. Он сказал, что, ну, да, ну, есть там что-то такое, проглядывает, но в целом нет. А ты его на мастерской видел когда-нибудь, Бориса Борисовича, когда он мастерить начинает? Я живьем не видел, но я постоянно читал его отчеты со второго канала. Это, это убийца. Обожаю Бориса Борисовича. Слушайте, сейчас мысль была... Кстати, обратное тоже верно, когда я пыталась друзьям-талкинистам приносить Анчарова и Галича, они умирали от депрессивности и ужаса этого всего и требовали не поэта больше никогда. Ну, я вот такой, кстати, я умираю от кспшных песен, я слушаю ролевые. Ну, вот, а меня, например, ролевики все время чморят, что у меня больше трех песен невозможно слушать. В смысле, когда я свои пою. То есть, вот сейчас вот я Яну послушал, я понял, что на самом деле просто кспшник. Да, слушай это здорово, наверное. Ну, давайте мы все-таки понимать, что мы разные сообщества, да, и вот этот код генетический, да, вот антитела, они вырабатываются. Да. Яйцлав, на самом деле, как бы, депрессивность это такой способ сказать слишком сложно. Они не депрессивные, они просто о сложном. Галич, Анчаров, они, ну, как бы, они проблемные, это не песенки. Это литературное произведение в песенной форме. Блин, смотри, здесь же был сказан очень важный момент с моей точки зрения. Ну, во-первых, они отражают эпоху. Они порождение своей эпохи, эпоха сменилась. Я сейчас, понимаешь, как бы, я-то вырос на Высоцкого. Военные песни Высоцкого, это, с моей точки зрения, шедевры. Если их сейчас ставить людям, которые, как бы, прикалываются по, ну, по серьезному, например, вот, война, там, история, все вот это, ставишь им Высоцкого, они слушают три песни и со слезами просят выключить. Потому что они, ну, эти песни их убивают просто. Ну, и 50 лет прошло на самом деле все-таки. Но все равно я за то, чтобы эти песни звучали, я пою, вот, как раз в основном старье, мне важно, чтобы они никуда не девались, потому что вот та же самая, здесь на зуб зуб не попадала, не грела целогречка, здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка, по-моему, лучше просто о нашей истории никто не сказал. И, в общем, ее обязан услышать каждый. Слушайте, вот про атомизацию же у нас вот прозвучало. кончается стенкой, да. Слушайте, я вот, как бы, тезис-то в чем, что сейчас, ну, Борь, что значит времена сменились? Сложности существуют по-прежнему? Я просто не договорил этого момента у них. Посмотри, там был очень важный момент, что исполнитель песни, даже если он не является ни автором, ни текстом, ни музыки, самодеятельность песни становится соавтором. Это предельно важный момент, потому что нельзя быть просто исполнителем. Ты должен эту песню через себя прожить в зал. То есть просто исполнить невозможно. прожить прожить тот опыт сейчас это задачка такая, для хорошего ролевика, я бы сказал. слушайте, тут продвинуто на самом деле и в прошлой лекции, которую Лин рассказывал, и вот то, что Яна сказал, прозвучало слово атомизация. Или, Лин, я придумал это слово? Оно здесь прозвучало вообще просто Яна прозвучало. Не знаю, говорил он или нет, но он тоже говорил. Но если не таким словом, то в целом все равно говорил. Да, и как бы я про ролевое сообщество могу то же самое сказать, что у нас есть атомизация, а на самом деле у нас есть перестройка общества под другие горизонтальные связи, да, и ну, как бы уровень как бы дробления и уровень связности. Уровень связности растет, но уровень дробления тоже. Вот у Кожариного же есть такая тема насчет франшиз. То есть наше общество превращается в такой бутерброд, который разделен по образу жизни. То есть как бы есть там социалисты, есть поклонники капитализма Макдональдса, есть любители КСП, есть ролевики, и это все разные, так сказать, слои общества, которые объединяются между собой виртуальными связями. Современная цивилизация это позволяет. Если ты смотришь из другой точки зрения, то есть если ты смотришь из КСП на это дело, то у тебя кажется, что общество распадается, а на самом деле оно связывается просто по другим признакам и другими связями. Ну смотри, дядя Слав, это же была тема какого-то из зилантов уже после восьмого года, после кризисного ключевого, которая называлась Острова сокровищ. Тоже была история про то, что в сообществе до черта всего важного происходит, но мы находясь там условно говоря в Казани не очень знаем, что происходит например в Екатеринбурге. Екатеринбург не знает, что происходит в Питере и так далее. Потому что сокровища расползлись вот по таким островам и вопрос выстраивания горизонтальных вот этих новых связей это не вопрос естественного складывания, это вопрос усилия. Мы вот нейтральную зону, про которую рассказывали, мы делали ее по этой же причине, что у нас было ощущение, что каждая гитарная школа в своем котле варится и мы хотели перемешать. Это 2004. Слушайте, еще одну вещь я не сказала, не знаю важная она для ролевиков или нет, но давайте я ее тоже пока озвучу, пока у нас дискуссия. У нас еще есть опасения, вот у меня и у моего поколения из ЦАПа, которым важно, что именно петь и важно слово. У нас есть ощущение, что в КСП не обновлялся язык, что когда киты перестали творить, они говорили на языке понятном поколению Александра Николаевича. Я этот язык еще понимаю, мне он важен, я хочу, чтобы он звучал. Вот моя дочечка 19 лет, она его уже не понимает и мне, соответственно, ей вложить Галича в голову ну никак не удается. А своего нового языка КСПшники выработать не смогли, авторов было слишком мало и еще вот на этом месте еще ломается сообщество, когда язык устаревает. Это я Алину просто написал в чатах, потому что про язык мы тут с ним недавно постыкались. Я, кстати, вот мне очень тема понравилась, что как бы маркер, язык как маркер, мы вчера очень славно зарубались на нашей группе про продвижение и вот дошли до критерия кто такой ролевик. То есть если ты подходишь к человеку и говоришь ты ролевик, он тебе может ответить да или дать в морду. Вот если он ответил тебе да, то он ролевик. Значит, но это как бы если мы напрямую спросили, а вообще мы же понимаем эти вещи на интуитивном уровне и на языке тоже. Ядислав, а если он тебе даст в морду по правилам ролевой игры, он кто? А если я драться не люблю? Да, грибной эльф. Грибной эльф тоже как бы часть ролевого движения. Да. Свой. По-своему дал. Смотри, это же есть еще одна такая штука, я уже не помню откуда она прилетела, но обсуждалась довольно активно еще в начале нулевых, что современный человек, у него сознание устроено мозаичным образом. То есть если у человека середины 20 века было целостное представление о мире, то у современного человека целостного представления о мире не существует. У него есть обрывочное представление о куче разных миров. И это с одной стороны порождает вот эту атомизацию автоматом, потому что ты отползаешь и выстраиваешь вокруг себя круг общения из людей с похожей мозаикой. вы можете найти одну ячейку общую, хотя лучше, чем больше, тем лучше. А с другой стороны, это делает возможными ролевушки, потому что ты либо попадаешь в ячейку, в тот кусок мозаики, который ты можешь превратить в игру и втянуть человека через. либо если ты не попадаешь, ну извини, значит это не ваш игрок и так далее. То есть тоже такой интересный момент. Слушайте, напомнили мне по этому поводу статью Кожаринова про лестницу странников, когда он спроецировал развитие ребенка на развитие человечества, это примерно до 23 лет. Да, вот ты сейчас сказал, да, как бы прямо вот описал период подросткового возраста, когда у тебя в голове укладывается какой противоречивый мир. Сложно ляпнул, да, как бы я вот найду лестницу странников и цитатку скину, ну и ссылку на статью Кукину. Ну, кстати, я сейчас думаю, что вторым экспертом на следующей неделе, кроме тебя, Дядь Слав, наверное, имеет смысл миху позвать. Отлично, с удовольствием. С рассказом про коммунаров и вот игры коммунаров в коммунарском движении, как они до игр дошли. Отлично. Было бы прекрасно, буду очень счастлив. Слушайте, меня зацепила тема про язык и код, но я не могу понять, как бы одно дело, я понимаю пропоколенческий бэкграунд, но язык-то, извините, русский не сменился пока. А вот тут ты на самом деле не прав. У меня есть достаточное количество подростков, на которых я смотрю, изменился активный словарь, изменился ритмика. Есть такая фраза, да, мальчик склеил модель. Просто ужас, как изменился наш. Поменялось полностью. И пионер склеил модель, и пионер склеил ласты тоже по-другому. Я сейчас могу позвать какой-нибудь образец и попросить чего-нибудь сказать. Я специально учил, блин, слова. Или про вот это вот прекрасное, где кибитка удалая летит. Бразды пушистые взрывая, да. Да, да, да. А я важная молодая охотница. С момента летящей кибитки прошло все-таки сколько, 250 лет, да, или сколько там, я уже не помню. Ну, хорошо, хорошо, ну, вот, вот какой рассеянный человек, рассеянный. Кто такой вагоновожатый, меня спрашивает. Ну, нет, это не важно, слова, они на самом деле набираются, там, как бы, дело не в словах, то есть язык важен все-таки не только в том, что у нас разный словарный запас, когда я детям своим чего-нибудь вещаю, если им непонятно слово, они спрашивают, и мы много играем в языковые игры. для меня язык все-таки это образная характеристика, это способ говорить о предметах. Вот, я пишу текст, и моя дочь пишет текст, она по-другому описывает мир, и вот, непонимание на этом месте происходит. И язык это наш набор, сейчас, Машка, подожди, язык это еще наш набор цитат, то есть, когда я вхожу в компанию, я слушаю, как вы говорите, вот я второй раз, будучи на игре, услышала, как Олеся читает Гантлевского, у меня сразу, о, это моя компания, они говорят на моем языке, а если бы они все время читали, не знаю, еще чего-нибудь, я могла бы послушать, послушать, и решить, что нет, это не моя компания, не пойду я к ним, то есть, я вот об этом скорее языке. Ну, и это тоже. Другое поколение, ну, другое поколение, другие понятия, они в другом мире действительно растут, да блин, ладно, они, я запах дыма из печки впервые услышала там, ну, в 25 лет. Не, ну, слушайте, всегда были условные люберецкие гопники, для которых тоже этот словарный запас был абсолютно чужд, и понятийная сеть, а уж, а уж как чуждо был такой способ описывать реальность, это не в сказке сказать. В том-то и дело, что это не гопники, это интеллигентные мальчики и девочки, но у них другое, ну, они другие, они пишут грамотно, они достаточно, ну, связно рассуждают, но они, у них было другое детство и другие, ну, не ценности, а я не знала, как это сказать. Ну, да, другой культурный, другой жаргон, другое все. Ну, вот смотрите, изнутри работы, кстати, абсолютно стандартный литературный язык, изнутри вообще работы с крупными текстами, я сейчас могу сказать, вот Олди постоянно в каждой абсолютной лекции поэтому прохаживаются, что сейчас, ладно, читатели, писатели работают только с видеорядом, что писатели пишут текст так, как будто пересказывают кино. Вот, именно на уровне языка, то есть языком передается только картинка. Олди об этом, Олдям об этом все время больно, но, в принципе, я могу их понять. Например, они приводили хрестоматийный пример, что интонации, переда, интонации в, ну, он сказал вот это вот, передаются только в прямую, то есть никто из современных авторов уже не берется описать сцену так, чтобы фраза, сказанная персонажем, чтобы ее интонация была понятна читателю. Обязательно требуется ремарка класса вдохновенно соврал он, громко вскрикнул он, обязательно вот это вот описание того, как было сказано, дается в прямую. Другими языковыми средствами это выражать перестали. Ну, здесь, да, здесь так, но я не уверен, что в песенных текстах, вообще в поэтических текстах, это, в принципе, работает хоть сколько-нибудь схожим образом. Ну, как бы поэзия же всегда была не про это. Блин, блин, смотри, а зачем, если ты в песне, в исполнении можешь выдать интонацию, тебе не надо говорить громко. Ну, в смысле, говорить слово громко, когда ты говоришь громко. Понимаешь? А в тексте у меня есть гипотеза, но она такая, нерадостная. Я чуть-чуть не про это, Борь. Это просто пример того, как в прозе перестали пользоваться языковыми средствами. В поэзии не могут перестать пользоваться языковыми средствами просто потому, что поэзия вся про это. Ну, либо это просто уже не поэзия, и тогда это оценивается не по совпадению культурного кода, а просто по качеству, что это дерьмовый текст, и там какое бы ни было артистичное исполнение, Борис Борисович Жуков слово доброго не скажет. Прямо с козырей зашел. Лина, а как тебя в кулуарах ловят? Тут кто-то тебя в кулуарах собирался ловить, и ты меня ВКонтакте так и не зафрендил. Как вообще тебе задать вопрос? Да, подожди секундочку. Это случайная аберрация, что я тебя ВКонтакте не зафрендил. Я попросилась тысячу лет назад. Это глюк какой-то, извини, пожалуйста. Все, все очень просто происходит. Все готово. Теперь доберусь. У меня болит, например, до сих пор определение КСП авторской бардовской песни, но точно так же, как, собственно, мы ломали голову о том, кто ролевик, а кто не ролевик, и вроде бы и ездить на ролевке не обязательно, чтобы быть ролевиком, и в общем много, то есть ничего конкретного не обязательно, чтобы быть ролевиком, но при этом по какой-то совокупности параметров ты вдруг ролевик. И хоть по алгоритму дяди Славы в глаз давай. И то же самое с КСП. То есть мне ужасно нравится заход, который делал Ласкаде в свое время о том, что ролевая песня это песня из персонажа. И как бы в КСП эта традиция огромная, долгая, начиная с того же Анчарова, который, если считать, что первый, то вот сразу прям он это прям и начал. Вот. А уж Высоцкого сколько ролевых песен, это не в сказке сказать. Ну, практически все военные. Все военные, все спортивные, господи, конькобежец на длинные дистанции, да кто угодно. Галич с его театральной, Ким, то есть, ну, как бы КСП все про это. Вот. И в этом смысле для ролевой песни вот хоть какое-то определение найдено. А вот возвращаясь на шаг назад, для Бардовской КСПшной песни, ну, где граница между ней и эстрадой, между ней и, ну, роком ладно, там граница внутри отдельного жанра Бард-рок, но тем не менее, что делает исполнение текста под мелодию Бардовской песни? Вот пятичленка Альтшулера это лучшее определение музыкальное интонирование русской поэтической речи, и каждая вещь должна быть, то есть, речь это общение поэтическое, это должны быть нормальные стихи, интонирование, ну, и так далее. Розенбаум сейчас на тебя страшно разозлился. Извиняйте, дяденька, с моей точки зрения не стихи. Ну, нет, стихи у него есть очень неплохие, но вот его отношение к Бардам как бы всем известно. Кстати, про отделение между Бард-роком и, собственно говоря, авторская песня «Вешкороле» тут у нас налетели в начале нулевых. Была история небольшая, как молодежный клуб отделился от основного городского. Тоже самое стали возрождать. То есть, в то время старый клуб как куда-то делся, а потом стали возрождать его уже. Пришли, ну, набилась всякая молодежь, а молодежь уже со своими уже песнями, со своими мотивами, ну, со своим языком. Их не приняли. Сказали, ребята, вы не барды, вы что-то не то поете. Кстати, можно очень интересно зайти от обратного, то есть, набрать некий пол как бы вот этих самых современных песен, про которые тут несколько раз упоминали в разных контекстах, посмотреть на них и попробовать понять как минимум, ну, либо это что-то новое, либо это, собственно, то, куда видоизменяется бардовская песня. Ну, вообще, вот в нашей гитарной школе вот те из нас, которые выросли и стали сами учить детей, та же Алинка Михайловская, к ней дети приходят с очень разным и просят это петь, она их учит это петь, при этом постепенно им продолжая пропихивать классическую авторскую песню и иногда это ей даже удается. В моем вот представлении, то есть, я пока еще застрял там, где новомодные фигляры, в самом лучшем смысле этого слова, конечно, это Щербина с Копчанским, но, как бы, я при этом понимаю, что они уже тоже там круглый юбилей давным-давно отпраздновали своей творческой деятельности. Еще, кстати, очень забавная штука, я сейчас стала по пятницам ходить на Цаповскую онлайн-тусовку и петь там какого-то старого, древнего Городницкого, какого-то Лориса, и молодые ребята из нашего же Цапа, когда их спрашиваешь, а я хоть в ноты попадала, они говорят, а это такие новые для нас песни, нам не с чем сравнивать, мы образовываемся, я такая, в общем, чешу репу, думаю, блин, ничего нового не спела, это все известно там пятьдесят лет, а для них это уже новая песня, и это, конечно, печально. Ну, то есть, культурный код и язык заходят нормально, да? Ну, да, поскольку это все-таки народ из Цапа, культурный код еще им заходит нормально, то есть, может быть, дело все-таки не в конкретных песнях с их лингвистическими особенностями, а просто в пригодности для конкретного человека такого способа говорения? Нет, это все-таки ребята постарше, вот, с Иркой уже так не получается, с Иркой у нас общий ток Медведев, а это все-таки не двадцатилетние, а там двадцать-тридцать девчонки. Интересно, ну, то есть, вот Медведев есть, то есть, Медведев на смычке, да? Интересно, кто еще на смычке? Да, на смычке. Опять же, посмотреть, что общего, посмотреть, какие критерии, какие параметры, попробовать поанализировать это дело. Ну, Медведев клиповый, вот это то, что первое можно сразу на него посмотреть, он клиповый, и он работает с образами москульта. Далеко не только, но в том числе и москульта. Он драйвовый еще очень. Динамика, да, мелодическая динамика. Ну, в общем, это, на самом деле, конечно, отдельный разговор. Мы-то пытаемся применить, как нам не пойти по следам КСП, насколько я поняла. Но мне больше всего нравится мысль дяди Славы о том, что ролевики просто еще не исчерпали, а фандомы КСПшники исчерпали. То есть, когда я послушала Лина, а потом полезла в историю, я поняла, что... Похоже, да? Очень похоже. Коллеги, есть ли вопросы не про песни, не про стихи, не про конкретных людей, а про сообщество КСП? На мой взгляд, про сообщество это все понятно. Задай вопрос, начинающий со словами, правильно ли я понимаю? Правильно ли я понимаю, что сообщество КСП пало жертвой, как это называется, закончившегося дефицита? Да, мне тоже так показалось. И еще мне все-таки кажется, что сообщество КСП еще распалось на профессиональные структуры. То есть, разные люди ушли в разную профессионализацию разных вещей. Белый профессионализирует театральную штуку, часть народа профессионализирует исполнение и коммерциализирует все это. То есть, опять же, когда появилось много возможностей смежных, но других самореализаций, да, люди пошли самореализовываться. А еще раньше оно было какое-то ужасное, все бескорыстное. А потом, то есть... А потому что ВВХС никому не хотелось. Вот оно и было бескорыстное. Извини, пожалуйста, я злой. Ну, смотрите, это просто во втором докладе всплывает одна общая черта. Пока сообщество находится в некотором враждебном окружении по отношению к самому себе, у него происходит как бы внутренняя мобилизация сил, и оно существует. Против кого дружите, господа? Да, 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 я тоже. Да, но как только вот этот самый явный, понятный, очевидный внешний противник или внешний комплекс обстоятельств, в который темные силы перестают злобно гнести, так сообщество немедленно начинает трансформироваться во что-то другое. Распадаться, сегментироваться, расползаться в разные стороны, уходить в другие деятельности и так далее. Боря, ты сейчас вот озвучил тезис, ты сформировал сейчас расстрельный список. Я поименно знаю людей, которых надо расстрелять, чтобы ролевое сообщество туда не ушло. К сожалению, ты входишь. Да, Дядя Слав, и ты тоже входишь. Ты просто застрелишься последним. Смотри, как это? Проблема же не в людях. Ну почему? Если начать список с Билла Гейтса и так далее, то, в общем, проблема в людях. Да и вообще проклятая-то обезьяна, которая первое время взяла в руки палку. Так, это что такое? А, это у нас просто закрылось это самое. Пошечка, не знаю почему. Проблема в том, что, скажем так, не проблема, а вот этот индикатор, который возникает, это изменение и исчезновение противника. Ну, то есть, с одной стороны, у сообщества есть стремление получить условно-легитимные ресурсы. У фэндома это было как бы в меньшей степени, насколько я слышал вчера, ну, позавчера, Лима. А у КСП, так они сразу пошли к комсомолу, начали пытаться регистрировать клубы и все вот это. Ну, то есть, с одной стороны, есть вот такое стремление как бы вырыть себе, отбить себе кусок земли и на нем стоять. С другой стороны, как только получается отбить не просто кусок земли, а почти всю землю, так происходит какой-то странный бабах и все. Но, иначе говоря, сообщество – это инструмент. Он возникает тогда, когда он нужен для какого-то, даже не столько, может быть, для решения задач, сколько для некого повседневного существования. То есть, пока дубинка нужна, чтобы отгонять волков, она нужна. Как только волки исчезают, дубинка перестает быть. То есть, можно дальше ходить, как дурак с дубинкой, но реально она больше не нужна. Ну, просто сначала... Очень хочется тебя укусить. Поможет, Борь? Можно сказать-то, нет? По мне, как только сообщество становится для кого-то инструментом еще для чего-то, вот тут-то оно и начинает распадаться. То есть... Люто, бежано, плюсую. То есть, как только человек начинает, допустим, ну, не знаю, зарабатывать на ролевиках каким-то образом, или там еще какие-то, ну, параллельные выгоды ловить, тут-то оно и получается бабах. Ну, смотрите, я говорила, что КСП как клуб появилось в тот момент, когда людей стало слишком много, чтобы просто собраться, пойти в лес и попеть песен, когда потребовалась организация. Тогда появился клуб, появилось правление, появились оргии. Организация нужна же только тогда, когда есть ресурсы, которыми она управляет. В противном случае организация не имеет смысла. И тут очень тоже такой тонкий заход, про который я думал, что такое вообще ресурс сообщества. Я сейчас не готов туда идти, но просто вот момент такой интересный, мне кажется. Ну, вот для тех, кто организует слет, это, извините, колонки, звук, тенты, и все это надо где-то хранить на квартире, это хранить невозможно. Вот это делал горкул. Привозится звук, ставится звук, натягивается. У нас есть тент размером, который покрывает зрительный зал, под которым можно посадить зрительный зал. Его сшил конкретный человек на машинке из полос ткани и проклеил его. Размер совершенно невероятен, но он сделан одним человеком. А, это, тут же меняю кепочку на организационную рамочку ресурсов и спрашиваю, а как он натягивается? То есть, он может натягивать между деревьями? Да, люди лезут в обвязки на верхушке деревьев, протягивают колоссальную веревку, несущую между огромными деревьями. А, все, понял, спасибо. Может быть, я приду с этим вопросом. Извините. Слушайте, а я вот сижу, слушаю и понимаю, что, наверное, ответ на мой вопрос где-то уже тут закопан, но, может быть, нет. Вот у КСП был период, когда они начали работать вовне. Они начали, ну, во-первых, эти самые гитарные школы, в которые, я так понимаю, ну, в принципе, не было никакого там жесткого критерия вхождения, не надо было быть никак особенно сопричастным, да, то есть, если ты до него уже добрался, то тебя будут обучать. Во-вторых, издание печатных сборников. В-третьих, вот эти абонементные концерты, да, ну, то есть, это было не про, не про соучастие, а про то, что ты можешь как-то воспользоваться плодами того, что кто-то делает. И для меня вот эта история перекликает с «Простите, пожалуйста», с «Цивилами на Зиланте». И вопрос, вот эта штука, она как-то сработала на… может быть, она как-то была причастна к размыванию сообщества и к потере целостности и ценности сопричастности. Ну, смотри, если верить Александру Николаевичу, то получается, что она как бы была виновата, то есть, они сначала начали издавать и проводить концерты и проводят их до сих пор. То есть, в какой-то момент, например, появился концерт «Споем вместе». Это тоже уже, наверное, нулевые годы, когда прошло первое «Споем вместе». Оно идет по сейчас, оно происходит в лектории 1 сентября, то есть, это все еще лекторий. Собираются люди, им выдают книжечку, где напечатаны тексты, там, условно говоря, Городницкого, приводят им некоторое количество хороших исполнителей, а иногда еще и автора, и все ему подпевают по этой книжечке. То есть, для этого даже не надо знать слова, тебе их выдадут. И это очень популярный вид, и на фоне того, что они при этом говорят, что стало звучать из каждого утюга, и поэтому умерло, это такое некоторое противоречие. Да, действительно, судя по всему, это тоже размывало, но, опять-таки, если бы оно не размывало, то вот у меня был бы шанс не узнать, у меня был бы шанс пройти мимо Галича, потому что его не было в моей семье. Если бы я из каждого утюга не слышала авторскую песню, да, я уже услышала Лина, которая говорит, что она могла дойти по-другому, но могла и не дойти. У меня не было вблизи друзей, я туда специально пришла ногами, специально искала это место, и друзья у меня взялись уже там. То есть, мне нужен был внешний вход, но я, в общем, за цивилов и в ролевом сообществе. И в КСП, и к вам я пришла одинаковым, да, образом, хвостом. Можешь, кстати, небольшое отвлечение, как я пришел в ролевое сообщество? Я пришел по заметке в газете, запубликованной лет в 80-х годах. А в 90-х, 90-х, только каких, 80-х. В Комсовольской правде... Да, в моду в 88-м годах злодей. Да, что-то, да. Блин, самая заметка была, в газете самая, критическая, как она называлась, просто они не читали трех мушкетеров в Комсовольской правде. До сих пор лежит в архиве. У меня тоже. И вот сама, она меня настолько заинтересовала, что есть, оказывается, такое, что-то она меня зацепила, и я пошел искать, где такие люди водятся. Я их нашел. В Москве есть такая штука, там, последние выходные августа, сборище старых пеньков в Аглодоре. И вот последний раз, когда мы там собрались, а уже половина народа друг друга не узнает, то есть я Борю Батыршина не с первого взгляда узнал, в общем, чего уж говорить обо всем остальном. Я вот стою возле лавочки и слышу разговор. Тут вообще все было классно. Кто-то, видимо, из более старших, менее старшему рассказывает. Все было классно, значит, вот в 91-м, 92-м, а потом этот Лин Архивариус напечатал большую статью, и где прямо было, значит, в аргументах и фактах, где прямо было сказано, что ролевики собираются по четвергам в нескучном саду или тогда еще по средам. И вот тут, значит, все и начало гибнуть. Я стою сидит, тихонечко молчу. Могли бы и побить. Да, да, да. Слушайте, можно я телегу на эту тему затравлю? Она как бы не сформулированная, поэтому, может быть, я чуть-чуть запутаюсь в словах, в смысле, быстро не получится сказать и сформулировать. Смотрите, во-первых, что касается цивилов в ролевом сообществе. Это, на мой взгляд, некое изрядное лукавство. По одной простой причине ролевое сообщество было, так сказать, во враждебной среде ровно до тех пор, пока ролевые игры не стали понятны условному среднему обывателю, как просто, ну, такой способ времяпровождения. Вот это вот ощущение чуждости нашей, всему внешнему миру, оно где-то там же в первой половине 90-х и осталось. Его уже очень давно нет. Во всякой попаданческой фантастике там каждый второй персонаж в ролевые игры играл. И это не потому, что писатели из ролевого сообщества вышли, это потому, что это уже абсолютно легитимный, удобный способ объяснить, откуда у произвольно взятого человека есть там те или иные навыки. Почему этот человек вдруг умеет разводить костер с одной... Да, объяснить это тем, что он играл в ролевые игры, это абсолютно нормально. Это уже, ну, как бы общее место такое. Поэтому сейчас уже, ну, как бы кто-то, кто это цивилы? Цивилы это те, кто просто еще не поиграл в ролевые игры. Все. Нет никаких цивилов, которые бы были противоположны ролевикам. Лин, ты не прав, у меня куча друзей, которым я с восторгом рассказываю, как вот я поиграл в ролевые игры, как это интересно, но им это не интересно, потому что они, в принципе, о другом. То есть они на самом деле есть. Они во мне враждебны, но они другие. Но они не враждебны. Как бы ни одно, ни одно занятие никогда не является универсальным и всеобщим. Это, ну, ты, ты не аргумент против, сказала. Ну, как бы, да, не для всех это интересно, безусловно. Вот. Ты телегу закончил? Нет, это было вообще в сторону. Блин, только я с мыслью сбился. Ладно. Спрягая рака, оставая... Будем считать, что это была отдельная телега. Вот я ее сказал, когда вспомню про вторую, скажу про вторую. Нормально. Так, ну что, мы практически... А, Борь, вспомнил. Конечно. Я, как бы, как только у меня на экране высветился твой квадратик, я сразу вспомню, потому что я хотел затроить эту телегу, которую мы с тобой начали обсуждать. Смотрите, в какой-то момент внутри что КСП, что фэндома, что ролевого сообщества происходит некое центробежное движение и такое, ну, можно сказать, наверное, расслоение на... Ну, если совсем грубо, на организаторов и пользователей. и есть, есть, конечно же, такой смысловой заход, при котором все мы все равно сообщество. Но я бы предложил попробовать посмотреть на то, что в, как бы, новой ситуации, в новой обстановке сообщество это все-таки только вот эти вот выкристаллизовавшиеся условные организаторы. Это люди, которые в какой-то момент начали заниматься инфраструктурой того, что происходит. Смотрите, что было раньше. Вот фэндом. Я начну с него, как с более знакомого. Все люди, которые приходили в клубы любителей фантастики, приходили туда сами, прибегали, приползали, это самое, как у Высоцкого, хватаясь зубами за землю, вот, преодолевая страшные преграды. И изнутри казалось, что мир полон вот этих вот прекрасных читателей, которые только и ждут, чтобы рынутся, вести умные разговоры про книжки. То же самое, значит, с КСП. До определенного момента в КСП приходили люди сами, уже, так сказать, где-то там снаружи они как-то так сформировались, что они были готовы, что именно это было нужно. И вот они сами приходили. Изнутри, опять же, казалось, что стоит снять цензурные ограничения, стоит Лоресу начать выступать по радио, и, как бы, песня «Шиповник» сразу же сделает весь мир прекрасным и благородным. На самом деле, мир полон людей, которым это все нахрен не сдалось, а то и вообще чуждо. И вот сейчас, когда Яна говорила, я это увидел немножко, потому что чуть-чуть со стороны получилось, что вот люди, да, начали продвигать свои любимые тексты на радио, и вдруг оказалось, что не очень-то они там снаружи востребованы, а если востребованы, то как-то не так, как-то слишком коммерчески, как-то что-то не за это мы у костра ночами сидели. Вот с фэндомом то же самое абсолютно произошло. Просто в какой-то момент вот этой пользовательской аудитории сообществ были те люди, которые приходили сами, которые были уже заточены под то, чтобы именно это воспринимать. С какого-то момента границы открылись, и эта часть аудитории сомкнулась с всем остальным миром. И, собственно, сообщество как таковое осталось, ну, грубо говоря, вот люди, которые занимаются инфраструктурой. Причем, ну, примитивно к королевому сообществу, это могут быть и там кто-нибудь условно, кто делает журнал «Мое королевство», он при этом может не ездить на игры. Он не занимается основным видом деятельности, но он занимается каким-то инфраструктурным проектом, связанным с этим основным видом деятельности. Или я со своим концом эпохи. Вот. Или Грегел. Грегел на ролевой игре, извините меня, был когда-нибудь? Что-то вот я не уверен так на вскидку в этом. Да ладно, я тут своим песочком могу потрясти. Я на игры езжу раз хорошо, если лет в пять. Вот. Вот. За что мне Слава пупырит каждый год при каждой встрече. В общем, мысль понятна, да, я могу дальше не растекаться. Ну, смотри, Линк, это разбор рамки сообщества. Там же возникает какая-то странная штука про то, что статусы это не только лидеры мнений. Есть еще какая-то другая скала статуса. Я бы подумал в этом направлении, может быть, подумал бы про доклад, потому что на самом деле про инфраструктуру сообщества у нас следующий выступающий дядя Слава предполагается на следующей неделе. Когда, кстати? А? Кстати, когда? Ну, смотри, надо просто подумать. Мы с тобой подумаем и решим. Когда тебе удобно. Хорошо, давай. Просто, Борь, при таком заходе разговоры о смерти сообщества резко перестают быть очевидными. Ну, смотри... Смотри, как ты любишь поварить актеры, да, безусловно. То есть, надо это все как-то разбирать по-другому заново. Но уже ни о какой смерти сообщества речи нет. Все, извини. Лин, подожди. Мы говорим о смерти того КСП, вот Костромин в 82-м говорил о смерти того КСП, в которое пришел он, которое создалось на тех песнях и работало для тех песен. У них они тогда были сами действователями. То есть, оно сейчас просто действительно стало другим. После чего Костромин занялся инфраструктурой, занялся ЦАПом, занялся своими мастерскими и отлично был прекраснейшим, как сказать, активнейшим членом сообщества КСП. Ушел за инфраструктуру. И сейчас, да. Смерть в усидице. Алло, Яна, у тебя отключат микрофон, если ты что-то говорила. Это я не вам говорила, это я детей гоняю. Да, понятно. У тебя там стаи товарищей за спиной. Так, ну что, я думаю, что надо потихоньку сворачиваться. Мне кажется, мы интересный опыт сегодня получили все. Да, спасибо. Хорошая была история. Спасибо огромное. Давайте попробуем мысль Лина додумать. Мне не хватает еще поговорить про мысль Лина. Ну, для этого я бы предложил Лину подумать, может, еще над одним сообщением, а может быть, кто-то еще готов взяться, сделать такое же. Что у меня есть на эту тему, я вот только что проговорил, мысль очень свежая. Ну, просто смотрите, у нас в клубе это как получалось. Вот я пришла в гитарную школу в 2001 году. Через два года мне стали доверять клеить задники концертом и лазить на колосники, вешать афиши. Потом я стала таскать там барахло на конкурсы там какие-нибудь афиши, анкеты, всякое прочее. Стала ходить с ними в лес. То есть я какое-то время была одним из тех, кто крутил вот этот ЦАП. Я поила людей на концертах чаем, я приносила там Аграновичу стопочку за кулисы. Потом я выросла, у меня дети родились, и я от этого дела отошла. Но оно сменилось другими людьми, которые точно так же выросли в гитарной школе и которые сейчас носят там за постреминым гитару и что-то. То есть это такая передача. То есть я как бы стала больше пользователем, потому что я не могу сейчас столько вкладывать в то сообщество там всего ряда причин, но я при этом не перестаю себя считать их частью. А вот у меня возникает ощущение, что Лин говорит, что я, ставши пользователем, от них отслоилась. Я не хочу, это неправда. Вот я прямо сейчас смотрю на тебя, которая здесь сейчас сидит и стучит мозгом, и прям вот пользователь-пользователь. Прям вот вообще пользователь. Лин, можно я в другую сторону пну этот шарик? Давай. Смотри, какая интересная штука получается. Если говорить про инфраструктурные вещи, то вопрос инфраструктуры это вопрос воспроизводства сообщества. Ну, то есть можно делать инфраструктуру, которая обслуживает сегодняшний день событийность, а можно строить инфраструктуру, которая занимается воспроизводством сообщества. То есть, по сути, было что сказано, только что Яна рассказала условную траекторию, карьерную траекторию молодого КСПшника современного. А кто-нибудь может рассказать карьерную траекторию современного молодого ролевика или современного молодого фэна? Ну, то есть, пока получается забавная штука, что КСП породило инфраструктуру, которая, по крайней мере, вот этот жизненный опыт людей воспроизводит. А мы... Ты помнишь анекдот о том, как закончилась хишка, лагеря поснимались, только там отдельные позже уезжающие люди бродят по полигону, где-то, значит, полигонная команда мусор прибирает, вот идет, значит, принек кольчуга на плече, вот, жарко, солнце печет, идет он и бормочет, нет, все-таки игра была дурацкая, мастера, козлы, вообще козлы, мастера, все плохо сделали, и не поиграл толком, и дурацкая была игра, а тут еще жара, это пить страшно хочется. Ну, видите, значит, огороженный родничок, и табличка вбита, а не пей, козленочком станешь. Ну, табличку смахнул, водички попил, под дерево сел, хорошо, игра, конечно, дурацкая была, мастера, конечно, козлы, да, в общем, надо самому следующую игру заявлять. Но это немножко другое, это же второй шаг. А сейчас с траекториями вообще сложно, то есть, есть много же людей, которые, например, приходят на Зилан сразу работать. Есть. Слушай, давай этот вопрос просто подвесим, этот вопрос, ну, подумать, а не на то, что мы сейчас с тобой начали еще один на два часа. Моря, простите за занудство, да, но вот как бы опять обращаю внимание, что как бы Зиланкон сидит на базе данных и мог бы много рассказать, что про ролевиков, да, но он этими данными не пользуется. Значит, дядь Слав, подожди, ну, данные, господи. Ну, вот, мы сейчас формулируем тот вопрос, который статистикой... Который надо задать этим данным. Мы забрали данные у Ольги и либо Юки, либо я, отойди, пожалуйста. Мы их обработаем вот с той точки, ну, как бы из рамки нашего... Ян, речь идет не о вопросах, которые уже проведены. Речь идет о том, что дяде Славе не дают покоя те 15 тысяч записей в базе данных Зиланкона, которые ведутся там несколько десятков лет. И дядя Слава упорно игнорирует то, что большая часть записей там мертвая, потому что там народ просто пользовался один раз записью и на следующий год либо создавал новую, либо выпал из сообщества. Ну, короче, это сплошняковая база. Она не... Ну, народ писал туда... Да, народ туда... Народ, конечно, писал туда личные данные еще в то время, когда это не было большой тайной и не составляло там каких-то интимных подбрюшей. Но народ забивал туда какие-нибудь электронные адреса, которые уже поумирали за это время. А дядя Слава-то предлагает что? Он говорит, а давайте мы эту базу данных потрясем и что-нибудь полезное оттуда вытрясем. Коллеги, давайте вы этот разговор поудесете. Борь, я бы предложил пообсуждать это в формате мозгового штурма, а не доклады с обсуждением. Причем межгруппового. Да, межгруппового. Интересный формат. Давайте я подумаю, потому что в целом мысль-то о том, что нужны межгрупповые истории, она не новая сейчас. Мы ее пытались обсуждать. Но это на пленаре же происходит. На пленаре нет, на пленаре мало времени, на пленаре больше вы сообщения делаете. Ребята говорят про то, что нужен разговор между группами на заданную тему. На вот эту отдельно подвешенную. Не имею нужную. Кромно говоря, нужен клуб больших данных, в которых собираются люди, которым интересно поработать со статистическими разными выкладками по сообществу и про это дело разговариваем. С каким результатом непонятно, но, по крайней мере, может быть, оттуда что-то вырастет интересное. Даже, скорее всего, оттуда что-то вырастет интересное, как минимум, для них самих. Значит, дядь Слав, по поводу данных, есть еще коровина данные, которые они делали к своей игрушке несостоявшейся, типа исследования. Я все эти материалы, в принципе, скинул. Дальше Леша разрешил ими делиться. На них можно тоже смотреть. С 2009 года, я помню, мы их уже вместе делали. Ну, есть политика по всему Ну, короче, коровина не скинула материал. Вот. Ладно, коллеги, давайте сворачиваться. Сейчас я еще одну мысль хотела про организацию сказать. В какой-то момент мы сделали слет. Вот я и мои друзья, это был период, когда второй канал накрылся, и они отказались его больше проводить. А бенефест еще не начался, который его сменил. И в какой-то момент год его не было, а потом мы поняли, что в середине лета не хватает слета, где можно собраться, попеть умные песни, поговорить об умном, и мы сделали безымянный слет. Мы московские, еще из Питера несколько ребят, мы просто вот обзвонили друзей, сказали, приезжайте, и сделали слет в лесу, он назывался безымянный слет, протяжался два года, а потом начался бенефест. Это я к тому, что организация начинается, когда люди осознают, что чего-то не хватает. Нам не хватало слета, и оказалось, что его не хватает многим. Просто мы были те, кто сказал КВА, и те, кто взяли на себя эту организацию. В эту инфраструктуру еще тоже можно думать. Ну, смотри, вы же не на ровном месте жизни эту штуку придумали, а вы придумали, потому что ее как замещающую что-то. Ну, то есть может быть это про то, что у вас уже было сообщество, которое сделало, у которого был опыт организации, организации чего-то, и вы догнались организации еще одного. Да, наверное, может быть это про то, что можно людям создавать искусственные трудности, чтобы они самоорганизовывались в плане конвентов, что ли. Я пытаюсь понять, чем это может быть. Вот это, кстати, крутая мысль, которая витает в воздухе, которую, мне кажется, перспективно покурить. Может быть даже на группах, потому что может быть ее можно курить с разных сторон, в смысле отдельно покурить с точки зрения программы, отдельно. Скажите, почему не сработает? Сработало. В смысле сработало? Где, когда? Смотри, на Зиланте было время, когда у нас происходила смена техбанды. и в один прекрасный момент я просто сказал, что, ребята, в этом году техслужба и вся вот эта ресурсная часть, склад и все прочее, это проклятая служба. У нас там будут проблемы в этом году. Гарантированно. Мы будем молиться, что никаких проблем в других местах не было, чтобы это проклятое место стянуло на себя всех. В результате это был действительно такой очень сложный год в плане ресурсного обеспечения мероприятий. Но через год была команда Ленара, которая во многом за счет этого горнила и собралась. Боря, это не про новых. Ребята, подождите. А тезис в чем? Тезис в том, что искусственные трудности создавать можно. Боря, это не про новых. Мы могли в принципе решить эту проблему. У нас был вариант броситься в многих Кащею еще раз еще что-то сделать. Это вообще не про то. Оль, скажи, пожалуйста. Ленар не пришел с нуля на это место. Он просто к этому моменту занимался другой деятельностью внутри этого же сообщества организаторов. Он, да, пошел, закрыл с собой амбразуру и сел на эту амбразуру и сказал, грубо говоря, он посадил на... Это моя амбразура. Да, он присвоил себе эту амбразуру. Но он для этого не вошел в сообщество организаторов, а просто переместился с одной точки на другую. А речь-то идет о том, как... о точке входа в сообщество. Оля правильно поняла, потому что мы не были действительно оргами, мы не были никак связаны ни с вторым каналом, ни с командой Минифеста, мы просто были, условно говоря, одним из кустов дружеской компании, одна из Москвы, другая из Петера, которая просто созвала народ, забила место и сделала. Мы были новичками, мы больше этого не делали. То есть вы до этого момента не входили, никто из вас не входил в орг команды каких-то мероприятий? Нет, у нас были люди, которые сидели в мастерских просто потому, что они поэты, авторы песен, но вот оргами слетов никто из нас не был, мы были одними из участников равноправными, просто нам больше всех на тот момент захотелось. И в кустах вы тоже не занимали никакие организационные посты? Понимаешь, на эти обе компании, они маленькие, это фактически костер, там нет организационных постов. Мы пришли, поставили костер, и это наш костер, приходите, пойте. Нам не нужна орг структура, нас там 10 человек. Ну, с одной стороны, когда Никодим закрыл мою королевство, пришел дядя Слава и открыл мою королевство. С другой стороны, когда закончился блинком, люди пожали плечами и поехали по другим конвентам, благо их цать. Вот и думай. Я хотел сказать, что в ситуации, когда всегда можно выбрать что-нибудь еще, шансы, что кто-то начнет восстанавливать потерянное, не стопроцентно. Это правда. Здесь спорить вообще не буду. Так, все, коллеги, я предлагаю свернуться все-таки, потому что там уже нашего под конвоем уже готовы уводить. А я еще на работе. Ой, я помню, у тебя там еще машины паркованы. Яне, огромное спасибо за сообщение. По-моему, было круто, и материал для работы в группах у нас есть. Да, спасибо большое, отличная была тема. Спасибо вам тоже за то, что слушали. Спасибо. Можно вопрос задать? Давайте, хватит, а? Нет, давайте. Гор, ты задаешь вопрос, Яна отвечает, и мы заканчиваем просто мастерским произволом. Хорошо. Мой вопрос такой. Вот эти вот пять китов, которые, собственно, организовали клуб песни, да, сколько им было лет, когда они это организовывали? Они это не организовывали. Даже, Егор, смотри, я говорила в самом начале, о том, что КСП это две вещи. С одной стороны, КСП это литературное творчество, в том числе и прежде всего это этих пяти китов, а с другой стороны это окололитературная тусовка. Вот я рассказывала в основном о тусовке, а Куджава приезжал и сидел на этих слетах городских в жюри и слушал молодых поющих ребят и высказывался по их поводу, но он не организовывал КСП. Хорошо, кто организовывал, сколько им было лет? Они были все очень молодые, по 20-25 они были студентами. Отлично. Борь, сколько было тебе лет, когда ты начал организовывать непосредственно какие-то ролевые игры? Ты правда хочешь услышать эти данные? Да. Ну, свою первую игрушку я отмастерил, дай бог по-моему, первый раз я был игротехом на 93-й хишке, мне было 18. Отлично. То есть люди, которые создают ролевые, ну, вообще сообщества какие-либо, это условно 18-25. Я прав? Это не говорит вот эти данные конкретно сейчас, ни о чем не говорят. Насколько я понимаю, когда Крапивин создал Каравел, он был, наверное, постарше. То есть необязательно. Значительно. Ребята, у меня есть инновационное предложение. У нас, извините, есть группа игры. И там есть пост, прям организационный пост, что вот товарищи, вот туда пойдете и будете слушать мероприятие. Нам же никто не запрещает, там не отключены комментарии. Я думаю, что если у кого-то возникнут какие-то мысли по поводу или отсроченные вопросы, то вполне можно писать это комментариями и там же отвечать и устроить там, грубо говоря, тред обменом мнениями. Борь, это же не противоречит? Нет. Это полностью согласуется с моей позицией отпустить уже, наконец, заказчика. Можно. Вот мне сложно переписываться в группах, я теряюсь в комментариях и теряю мысли, так что я Егора на самом деле очень понимаю. Мне, например, лень ручками писать. Ну, я не предлагаю вместо звука. Боря, ты таки меня чуть постарше. О, черт, как же мне теперь-то жить? А, дядя Слава же... Без иллюзий, Борь. Лен, на пять лет. Я спросила Бориса, сколько ему лет, а он не сказал. Я же помню, что... Коллеги, я домой хочу. Спасибо огромное. Сворачиваем конференцию. Дядя Слава, ты организатор. Нажми кнопочку стоп. И, главное, запись выложи потом. Давайте. Счастливо. Всем пока. Спасибо огромное. Всем удачи. Спасибо.